Илья Эренбург. Падение Парижа. Роман. Часть первая. Мастерская Андре помещалась на улице Шершмиди. Это старая улица с дымчатыми домами, на которых ставни оставили черные переплеты. Здесь много лавок древностей. Секретеры, директории, жирные ангелочки, пуговицы из слоновой кости, гранатовые ожерелья, китайские монеты, медальоны с локонами, ладонки. Торгуют этим хламом чопорные дамы или старички, гладковыбритые, розовые, в черных ермолках. На углу улицы кафе с продажей табачных изделий под вывеской «Курящая собака». Посетителей смешит старый фокстерьер, который служит с обглоданным мундштуком в зубах. Наискосок ресторан Анри и Жозефина. Жозефина мастерски запекает в глиняных горшочках фасоль, гусятину, колбасу. Анри спускается в погреб за бутылкой вина, покрытой пылью, или подсчитывает на грифельной доске, сколько причитается ему за обед. Он неизменно веселый, прищелкивает языком, расхваливает блюдо и сует всем свою широкую, как ласт, руку. Рядом мастерская сапожника. Сапожник, хотя ему за шестьдесят, набивая подметки, поет про шельму любовь. Еще дальше цветочная лавка. Анемоны, левкои, астры. Торгует цветами высохшая опрятная старушка. С утра она выписывает на двери, чьи сегодня именины. Тротуары расчерчены мелом, рай и ад, или Италия и Эфиопия. Это играет ребята. Утром усатые торговки подталкивают ручные тележки. Они звонко кричат «Апельсины! Помидоры!». Проходят старьевщики, чтобы оповестить о себе, играет на дудочке. Ему выносят рваные жилеты, просиженные пуфы. Под вечер шляются престарелые певцы, скрипачи, шарманщики. Поют, пиликают, приплясывают. С верхних этажей им швыряют медики. А в домах спокойно, темновато, тесновато. Много мебели, много дребедень. Все старое, и это старое берегут. На креслах чехлы, чашки в буфете склеены. Стоит кому-нибудь чихнуть, как его тотчас напоят липовым чаем или пуншем, приготовят горчичники. В аптекарском магазине продают травы для настоек, припарки, притирки, кошачьи в шкурке, якобы облегчающие страдания ревматиков. Котов уйма. А скопленные и жирные они мурлычат в лавках в швейцарских, где консьержки с раннего утра томят баранину. Особенно хороша улица под вечер. Все тогда синеватое, нарисованное. Мастерская Андре помещалась на верхнем этаже, и вид оттуда был замечательный. Крыши, крыши, море, черепицы. Она похожа на зыбь. Над крышами тонкие струйки дыма, а вдалеке среди бледно-оранжевого зарева Эйфелева башня. В мастерской было тесно не пройти. Подрамники, колченогие стулья, тюбики с красками, стоптанные ботинки, вазы. Казалось, вещи не лежат, а растут. Иногда они напоминали весеннюю поросль. Это когда солнце, несмотря на запрет, проскальзывало в мастерскую. И Андре, удивляясь, до чего вру, пел вздорные куплеты. Иногда мастерская была, как увядающий лес. Все в ней рыжело, осыпалось. Сам хозяин походил на дерево, большой, медлительный, молчаливый. С утра он садился за работу, писал, крыши или натюрморты. Астры, цветную капусту, бутылки. К вечеру, закуривая большую трубку, он спускался, ходил по улицам, дымил. Иногда зайдет в кино, посмотрит, как мышонок Микки плутует, улыбнется и пойдет домой спать. Андре работал медленно, медленно жил. В 32 года он изумленно, как подросток, осматривал мир. О нем уже поговаривали, сложившийся художник. Но ему казалось, что он только сел за работу. Отец Андре, нормандский крестьянин, хорошо знал, как медленно растет яблоня, как строг тяжеляет стельная корова. Таким же терпением Андре следил, как вещи обретали форму и цвет. В тот день ранней неровной весны Андре писал букет анемонов. Когда постучали в дверь, он нахмурился. Пришел старый приятель Пьер и сразу затороторил. Пьер всегда говорил с короговоркой. Андре рассеянно улыбался, то и дело поглядывая на холст. Он только сейчас заметил, что желтый цвет вышел чересчур тяжелым. Рядом с Андре Пьер казался крохотным, подвижной, как птица, кожа оливкового тона, большие выпуклые глаза, длинные руки и гортанный голос. Разговаривая, он прыгал между рамами и лазами. Инженер-конструктор Пьер увлекался театром. Пробовал прежде писать стихи, даже издал книжку под псевдонимом. Часто влюблялся и, терпя сердечные неудачи, помышлял о самоубийстве. Но к жизни был крепко привязан и любил ее вплоть до обид. Был он человеком впечатлительным, слабовольным. Порой друзья толкали его на неожиданные поступки. В кафе он познакомился с музыкантом-роялистом. Тогда в Париже подымалось движение против парламента. Раскрыли причастность многих депутатов к афере Ставискова. Разговоры о честности взволновали Пьера. И в ночь мятежа он оказался на площади Конкорд. Полгода спустя он попал на антифашистский митинг. Выступал социалист Виар. Пьер рассорился с музыкантом и стал обличать милитаризм. Он проглатывал десяток газет и не пропускал ни одной демонстрации. 1935 год был для Франции годом перелома. Народный фронт, который родился вскоре после фашистского мятежа, стал дыханием, гневом, надеждой страны. 14 июля и 7 сентября, в день похорон Барбюса, улицы Парижа заполнила миллионная толпа. Люди рвались в бой. Им говорили о близких выборах, о бурнах, которые решат все. Но они в нетерпении сжимали кулаки. Впервые народ увидел перед собой призрак войны. Германия ввела войска в пограничную Рейнскую область. Итальянцы укращали злосчастную Абиссинию. Франции правили ничтожные люди, боявшиеся из соседних стран и своего народа. Они считали себя мудрыми стратегами. Они говорили ласковые слова отнюдь не сентиментальным англичанам, а потом науськивали Рим на Лондон. Мудрецы были простаками. Маленькие государства одно за другим отворачивались от Франции. Приближалось время одиночества. Министры куда больше думали о близких выборах, нежели о судьбе страны. Они пытались расколоть народный фронт. Префекты подкупали колеблющихся, запугивали малодушных. Каждый день рождались новые фашистские организации. Юноши из хороших семейств по вечерам обходили богатые кварталы столицы с криками «Долой санкции!» «Долой Англию!» «Да здравствует Муссолини!» В рабочих пригородах говорили о близкой революции. Испуганные обыватели боялись всего — гражданской войны и немецкого нашествия, шпионов и политических эмигрантов, продления срока военной службы и забастовок. Пьер, захваченный событиями, жил как на бивуаке. Андре он любил со школьных лет, но встречались они редко. Жизнь Пьера была бурной, и Андре всегда оставался в стороне. При встречах Пьер восторженно рассказывал приятелю о своем последнем увлечении, о новом моторе, о стихах Бреттона, об антифашистском конгрессе писателей. Андре слушал и улыбался. Потом они шли в курящую собаку, пили пиво или вермут, потом расставались. Проходил год. Пьер вдруг вспоминал про Андрея, вбегая в мастерскую, кричал, «Знаешь, вчера, как будто они накануне виделись». «Так было и теперь». «Ты читал речь Виара. Мы должны провести всеобщее разоружение, даже против воли германского милитаризма. Все только и говорят, что о войне будет, не будет. У нас директор завода до гороскопа дошел. Водолей оказывается за войну, а телец против. Видишь, какая ерунда. Конечно, Гитлер сумасшедший, но если победит Народный фронт, войны не будет. А ты как думаешь?» «Да?» «Не знаю. Я об этом не думал». Пьер вдруг заметался. «Куда ты?» «В Дом культуры. Они какой-то сюрприз готовят. Идем. Нельзя жить в берлоге. Я теперь там часто бываю. Захватывает. Там и рабочие техники, и ваш брат художники. Вот в это я верю. Я и директору нашему сказал. Без гороскопа. Он даже позеленел от злобы. Это обязательно будет. Что? Как что? Революция? Поглядел бы ты у нас на заводе. Ну, пошли». Андреа грустно озирался на холст, но Пьер его вытащил. Трудом они проникли в большой накуренный зал. Люстра казалась масляным пятном, лица смутно посвечивали, как блики. Здесь были рабочие в кепках, художники в широкополых шляпах, студенты, служащие, девушки, народ, прославленный своим скепсисом. Здесь переживал второе отрочистое. Увлекался, спорил до хрепоты, бил в ладоши и клялся не отступить. Здесь сжали друг другу руки ученые с мировым именем, лауреат Нобелевской премии и молоденький стекольщик. Вчера написавший наивное четверостишее о новой жизни. Слова «Народный фронт» здесь звучали, как «Сезам, откройся!» Стоит только победить народному фронту. И сразу в руке землекопа окажутся кисти. Даже костные огородники оценят живопись Пикассо. Стихи станут языком времени. Ученые изобретут бессмертие, а на берегах видавшей виды сены вырастут новые афины. Андре стал разглядывать соседей. Вот рабочий. Он слушает жадно, будто пьет. Этот зевает, должен быть журналист. Много женщин. Все курят. На подмостках стоял старичок. Это был знаменитый физик, но Андре его не знал. Ученый говорил тихо, кашлял, и Андре разбирал только отдельные слова. Социалистическая культура, новый гуманизм. Андре никогда не бывал на собраниях. Он вдруг затасковал по мастерской, поставленной работе. Потом он взглянул на трибуну и, не вытерпев, крикнул Пьеру. «Да ведь это Люсьен!» Вот что они называли сюрпризом. Андре вспомнил, как Люсьен в лице и читал стихи «Маларме, люблю я девственницы гнев». Рассказывал, что курит опиум. Теперь он с рабочими. «Да, конечно, люди меняют». Досьен сразу овладел вниманием. Говорил он отрывисто, вдохновенно. «Судьбу земли решат те, кто над землей. Бомбардировочная авиация. Или те, кто под землей. Шахтеры Пикардии, Рура и Лезии. Шестьсот депутатов? Есть такие жуки, мне рассказывал один энтомолог. В них кладут яйца мухи. Личинки растут в тельце жука, и жук двигается, но он мертв. А двигаются личинки». Люсьен говорил о Гитлере, о войне, о революции. Когда он кончил, было тихо. Ищедлилось очарование голоса. Потом раздались аплодисменты. У Пьера даже руки заболели. Так он хлопал. Рабочий рядом с Андре затянул. «Эта юная гвардия из предместий идет». Андре забыл о мухах, о войне, о Люсьене. Ему захотелось написать портрет рабочего. На трибуне старичок долго жал руку Люсьену. Вдруг встал молодой человек с серым и сможденным лицом. Одет он был бедно, но элегантно. Он крикнул. «Прошу слово!» Председатель растерянно схватился за звоночек. «Ваше имя?» «Мое имя мало что вам скажет, важнее имя докладчика. Насколько мне известно, его отец, господин Поль Теса, получил от мошенника Ставиского 80 тысяч. Очевидно, здесь, на эти денежки...» Дальше ничего нельзя было разобрать. Грене размахивал палкой, его лицо скосил тик. Рядом, в широкоплечии детина, бил кого-то с табуреткой. Андрей едва протиснулся к выходу, на улице его окликнул Пьер. «Погоди, мы пойдем в кафе с Люсьеном. Не хочу. Почему?» Это спросил Люсьен, он подошел сзади. «Выпьем пиво. Там было здорово жарко, я еле договорил. Меня предупреждали, что они сорвут доклад». Пьер усмехнулся. «Их проучили. Я этого Грене помню, я с ним 6 февраля столкнулся. Поддержимо резал бритвой лошадей. Ясно, что они выбирали такого. А ты замечательно говорил. Воображаю, что напишут в газетах. Во-первых, у тебя большое литературное имя, потом сын Поля Теса с нами. Конечно, для тебя это драма, но какой резонанс. Поэтому они и хотели сорвать. Молодец, честное слово, молодец. Андре, ты почему молчишь?» «Не знаю, право, что сказать». «То есть, как это не знаешь?» «О таких вещах надо долго думать. А мне особенно. Ты сам сказал, что у меня большая передача». Рядом шла молодая женщина, без шляпы, с кротовьющимися волосами. У нее был вид навсегда изумленный. Глаза лунатика или ночной птицы. Она шла молча. Потом вдруг остановилась. «Люсьен, ключ у тебя?» «Я до работы зайду домой». Люсьен спохватился. «Я забыл вас познакомить. Жанет Ламбер, актриса. Это мои школьные товарищи. Андре Корно, Пьер Дюбуа. Зайдем в кафе. Потом я тебя отвезу в студию». В кафе было пусто. За перегородкой играли в карты. «А у меня дама». Андре жадно пил пиво. Потом он поглядел сбоку на Жанет и смутился. «Какие глаза!» Попробовали вспоминать школьные годы, на разговор не вышел. Даже Пьер притих. Устали от духоты, от шума. К стойке подошли двое, на веселе. Заказали по рюмочке. Один человек лет сорока в фуражке посыльного громко сказал. «Если, например, отнимают ногу, это ведь дерьмо?» Другой помоложе ответил. «Нет, это дважды двадцать четыре». Посыльный бросил монету в орган, и все зажмурились от рева. Пьер запел. «Ищу мою титину. Помнишь, это после войны пели, когда мы зубрили герундии?» «Смешно». «Чего только не говорили. Мир навеки». А теперь вы слыхали дважды два четыре. Очень просто. Сначала у немцев отбирают молочных коров. Действие первое. Потом конференции. Заплатят, не заплатят. Объявили благоденствие. А возле моего дома каждую ночь спали под мостом. Кофе жгли. Рыбу кидали назад в море. Машины на слом. Это второе действие. Появляется Гитлер. Договоры к черту. Они вооружаются. Мы за ними, они за нами. Мы за ними. Это уже третье действие. Можно предсказать и четвертое. Гитлер заявляет «Хочу Страсбург, а заодно и Лиль». Нам выдают противогазы и консервы. Мы защищаем цивилизацию. На этот дом падает бомба и так далее. Я только верю, что народ не допустит. Виар произвел огромное впечатление даже на буржуа. Выборы дадут левое большинство. Люсьен усмехнулся. Андре не слушал Пьера. На это усмешка его обидела. Он подумал. Ноб. Одновременно он залюбовался Люсьеном. Красивое лицо. С ярко-зелеными глазами, с медного цвета локонами, бледный до ощущения маски. Люсьен казался оттером, играющим средневекового разбойника. Он говорил. Великолепно. А дальше? Виар будет вооружаться не хуже этих. Может быть, хуже, он труслив. Но дело не в этом. Мой отец теперь в правом большинстве. Его переизберут, и он окажется в левом. Причем совершенно искренне. Это буржуа, но честный человек. Конечно, завтра он будет делать то же, что делал вчера. Такие люди не меняются. Выход один. Я знаю, что ты мне ответишь. Но если революция делает народ, восстание подготовляет организация. Это искусство. Правда, Андре? По-моему, искусство — это другое. Писать картины, выращивать деревья. А революция — это несчастье. До этого людей надо довести. Вы все схватываете на лету. Хотите перемены, а я люблю, когда ничего не происходит. Тогда можно глядеть, то есть увидеть. Вот как Сезанн. Он всю жизнь просидел над яблоками и что-то увидел. Это, по-моему, искусство. Пьер привскочил. Легко это говорить, пока ты сидишь у себя и смотришь. А когда под пулемет погонят? Тогда поздно будет думать. Неужели ты не можешь подойти к этому диалектически? Андре не хотел отвечать. Но вдруг он заговорил. На него смотрела Жанет большими, почти бессмысленными глазами. И под ее взглядом Андре менялся, переставал быть собой. Я вас не понимаю, ни Люсьена, ни тебя. Возьми звезды. Высокое зрелище. Об этом стихи пишут. Это, вероятно, влияет на философию. Но ни одному художнику не придет в голову изобразить звездное небо. А над чем карпели художники? От примитивов до нас. Над телом. Его неправильность, случайность, теплота, абсолютная конкретность. Или пейзаж. Тоже тело, иначе поданное. Выпуклость холма, тон листьев, тлитость неба с забором. Когда вы говорите о революции, это идея, слова. А вот люди, которые слушали Люсьена, живые. Я видел их лица, их горе. Андре замолк. Зачем он говорит? Слова не те, все не то. Как живет эта женщина? Люсьен сказал актрису. Неправда, ребенок. Или сумасшедшая. Вот Люсьен актер. Она спросила, где ключ? Значит, они живут вместе. Сам того не понимая, Андре ревновал Жанет. Он делал одну глупость за другой. Когда Жанет попросила рюмку коньяку, он сказал, не поможет. Лучше всего ходить. Тогда забываешь. Она ничего не ответила, но Люсьен насмешливо прищурился. Мораль? Жанет, тебе не пора? Она покачала головой, а Андре с конфужиной покраснел. Все молчали. За перегородкой ругались игроки. Черт побери, где ж твои козыри? Вошел мальчишка с вечерними газетами. Последнее издание. Война неизбежна. Жанет стояла у органа. Она опустила в щелку монету. И когда раздался все тот же старый фокстрот, сказала Андре, давайте танцевать. После той войны все танцевали. Я маленькой была, но помню. А мы их перехитрим. Мы будем танцевать до, чтобы потом не жалеть. Следовало отказаться. Андре не умел танцевать. К тому же в этом тихом кафе, где щитоводы или лавочники часами просиживали над картами, где наспех опрокидывали рюмку шоферы или приказчики, никто никогда не танцевал. Но Андре покраснел от радости. Его огромная красная рука дрогнула, коснувшись спины Жанет. Хозяйка указки погоддела на них с укором. Это продолжалось не больше минут, Жанет вдруг остановилась и тихо, с большой усталостью, в голосе сказала «Мне пора. Люсьен, я пойду пешком». «Когда она ушла?» Пьер спросил. «В каком она театре?» Люсьен ответил нехотя. «Она теперь работает на радио. Постпорезьен». Чепуха в перемешку пьесы и рекламы. «Те говорят, что большой талант, но ты не знаешь, как трудно пробиться». Люсьен позвал приятеля к себе. «Выпьем, поговорим». Фьер сразу согласился. Андре ответил нет. Люсьен настаивал. «Неизвестно, когда мы теперь встретимся. Если будет война, Андре встал. Никакой войны не будет. А я пойду. Мне надо походить после всех этих разговоров. Ты, Люсьен, не сердись. Я человек норы, барсук. Не люблю ни собраний, ни театра, ни...» Он хотел сказать не «актрис», но махнул рукой и вышел. Андре быстро шагал, путь шел через весь город. Надрывались гудки автомобилей, кишели огни, красные, зеленые, лиловые. Кишели и люди, гуляли, продавали газеты или галстуки, зазывали в кабаре, проститутки хрипло повторяли слова нежности. На короткой глухой улице громкоговоритель вещал «Необходимость вооружения диктуется». Андре нырял в этот шум, как в черную густую воду. Потом он долго стоял на мосту. Огни внизу жили второй смутной жизнью, а сена была чернильной. Поднялся ветер, мросило. Андре вспомнил глаза Жанетт. Какая необычная женщина. Дойдя до угла улицы Шарш-Меди, он зашел в курящую собаку купить пакет табаку. Там было светло, шумно. Неожиданно Андре сел, заказал рюмку кальвадоса. Спирт обжег небо, и Андре удовлетворенно усмехнулся. Ему хотелось отвлечь себя от долгих, как бы непроходимых мыслей. Это было для него новым и непонятным ощущением. Он выпил три рюмки и собирался было уходить, когда к нему подошел худощавый белобрысый человек в широком пальто. Простите, я плохо говорю по-французски. Я долго колебался, прежде чем подойти, хотя я вас встречаю почти каждый день. Я живу в одном доме с вами на третьем этаже у госпожи Коад. Я видел в салоне ваши работы. Огромное впечатление. В особенности пригородные пейзажи, серые тона. Андре сухо спросил. Вы критик? Нет, их теолог. Разрешите представиться. Эрих Нибург из Любека. Андре удивленно посмотрел. Светлые наивные глаза, коротко подстриженные усы, крахмальный воротничок. Не понимаю. Я немец. Я не про то. Вот это налог. Вы сказали, что ваша специальность? Рыбы. Это показалось Андре смешным, и он громко засмеялся. Ах, рыбы. Давайте установим. Вам нравятся пейзажи фонтенеороз, особенно серые тона. А вы в Любеке занимаетесь рыбами? А знаете, получается галематья. Впрочем, присаживайтесь. Кальвадос пьете? Вот это хорошо. А госпожа Коад кажется стерва. Что же, вам пришлось эмигрировать? Нет, я был в командировке четыре месяца. Работал в институте рыбоведения. Завтра возвращаюсь в Любек. Вам это не нравится? Мне? Мне все равно. Я лично в рыбах ничего не понимаю. Бывают красивые, это правда, и вкусные. А остальное это ваше дело. Если вам Любек нравится, живите в Любеке. Да нравится Париж, можно прожить и в Париже. Немец охмелел после одной рюмки. Его светлые глаза остановились. Он вынул сигарету, но не закурил. После долгого молчания он сказал. «Дело не в том, что человеку нравится. Я Париж полюбил. Может быть, я его даже понял. Дело в другом. Где человек родился? Хотя это вне сознания и вне выбора. Я, например, родился в Германии. Поэтому я люблю немецкий язык, немецкие деревья, даже немецкие сосиски. Вы родились во Франции, и вы... Вы думаете, что я люблю Францию? Вряд ли. У нас никто об этом не думает. Понятно, учат в школе, говорят на официальных церемониях. Наша прекрасная Франция. Или отечество в опасности. Но мы издеваем. Или смеемся. Один вам скажет, что в Москве лучше, другой, что в вашем Любике замечательно. А у Парижа не говорят. В нем живут и точка. Неужели вы не любите вашей страны? Я об этом никогда не думал. Ту войну людей, кажется, отчаянно обманывали. У нас, говорят, череп трухой набивали. Не знаю. Может быть, и не обманывали. Дедушка когда-то рассказывал о 70-м годе. Они кричали «Да здравствует Франция!» Но ведь это под штыками, тогда в Нормандии стояли пруссаки. Я сегодня был в одной компании. Славные ребята. Только любят пофилософствовать. Это они меня так настроили. Весь вечер говорили о войне. Чудаки уверяют, что скоро будет война. «Обязательно!» Я еще прошлой весной ждал. Хорошо, что год подарили. Мы с вами родились в неудачное время. Война, потом снова война. А между двумя войнами куцает жизнь. Я вот радуюсь, что повидал Париж пока. Пока, пока Париж на месте. Андре встал. Вы тоже чудак. Ах, к Альвадосу вы не привыкли. Вот и придумываете разные ужасы. Желаю вам успеха с вашими рыбами. Ушел Андре потому, что вдруг вспомнил Жанет. Ее голос, доходящий как будто издалека, придающий каждодневным словам глубокое значение. Он сбежал по темной винтовой лестнице и кинулся к приемнику. Гнусавый тенорок пел «Микстура бальтофлорин исцеляет мигрени и сплин». Андре сел на табурет и закрыл лицо рукой. Он долго сидел так. Вдруг вздрогнув, раздался знакомый голос. Он искал глаза Жанет, но перед ним светилась шкала. Лейпциг, Рим, постпризьен. Он услышал, чем больше я пытаюсь все чувства глубоко сокрыть, тем больше сердце раскрываю. Потом Жанет два раза повторила ребячество, и вслед какой-то бас стал требовать, чтобы те перед обедом пили вермут-мартини. Это было настолько неожиданно, что Андре рассмеялся. Он ходил по мастерской и повторял «Хорошо, буду пить мартини». «Раскрою сердце, ребячество». А приемник грозил «Германская авиация! Кризис Лиги наций! Противовоздушная оборона!» Андре подошел к раскрытому окну. Мартовская ночь была бурной на Ла-Манше. Клянились суденышки, и рыбаки в страхе сжимали ладонки. Морской ветер доходил до Парижа. Казалось, он треплет дома. Ветер оставлял соль на губах. Андре вырос недалеко от моря. Там сейчас томятся яблони. Сок медленно подымается по стволу, а ветер сводит деревья с ума. Какой нелепый вечер! Новый гуманизм, жуки, восстание, война. Неужели все это правда? Немец сказал «Пока Париж существует». А Жанет? Она может попасть под машину, простудиться. Хрупкий мир, да чего хрупкий? Они спорят об идеях, звездочеты, камни. Любить можно только яблоню. Там, в Нормандии, где бурит. Яблоню и Жанетт. Люсьен привез Пьера в неуютную и холодную комнату, богато обставленную. Чувствовалось, что жильцы здесь часто меняются, и никого не трогают, ни шкаф Рококо, ни гравюры с жакеями и борзыми. Люсьен жил у родителей. Эту комнату он снял для Жанетт. Но говорил «Моя квартира». На широкой софе лежали Том Энгельса и большая кукла, сделанная из пестрых лоскутов. Люсьен достал несколько бутылок, приготовил коктейль. Пьер заговорил о театре. Он увлекался Шекспиром. Люсьен его перебил. Все это придется отложить лет на 100. Жанетт вчера декламировала «Вы можете не взять меня в подруги, но быть рабой вы мне не запретите». А Миранде лучше замолчать. Слово принадлежит товарищу Калибану. Он погасил недокуренные сигареты и вдруг другим, более простым голосом сказал «Придется порвать с отцом. А это нелегко. На сегодняшний доклад, потом через несколько дней выйдет моя новая книга. Надо выбирать. Я не понимаю таких людей, как Андре. При крупной игре они пасуют. Андре будет с нами. Ты его не знаешь. Хороший человек, только тяжелый подъем. Тебе это может показаться смешным, но я иногда думаю, что все будут с нами. Решительно все. Я теперь работаю на заводе Сен, и мне пришлось столкнуться с Десером. Исключительно интересный человек. Если рассуждать прямолинейно, это наш враг. Один из самых крупных капиталистов. До 6 февраля он поддерживал боевые кресты. Но я по себе знаю, как легко ошибиться. Такой Десер многое понял. Он слишком умен, чтобы защищать гиблое дело. Еще год, и он окажется с нами, увидишь. Виар прекрасно сказал. Мы, социалисты, добьемся сотрудничества всех французов. Люсьен потеребил куклу, зевнул. Разумеется. Для этого надо сначала расстрелять Десера, а потом повесить Виара. Пьер вскипел. Он бегал по длинной комнате. Так вы оттолкнете всех. Люди разные, они по-разному к нам приходят. Надо это понять. У нас на заводе есть механик Мишо. Замечательный человек, но фанатик. Для него Десер-капиталист, и все тут. Коммунисты. Я предпочитаю коммунистов Виару. Это храбрые люди. Только и они отравлены политической кухней. Что такое народный фронт? Старушку Марианну потащит тройка. Кореник — гражданин Виар. Пристяжная слева — твой механик. Право? Пожалуй, впрягут моего отца. Торжество терпимости. Он вдруг засмеял. Я вспомнил нашего учителя истории, как он торжественно сказал, «Великую революцию погубила нетерпимость». А толстяк Фредо поднял руку. «Меня губит терпимость, то есть дома терпимости». Его хотели выгнать, помнишь? Они стали припоминать давние проказы. Люсьен подливал коктейль. Пьер размяк. Неожиданно для себя он начал рассказывать о своей любви. Я должен тебя познакомить с ней. Ты говоришь восстание. Вот такая пойдет на баррикады. У нее отец рабочий. Он знал хорошо Жоресса, сидел в тюрьме. Она учительница в Бельвилле. Если бы ты видел, как ее там любят и ребятишки, и взрослые. Она все переменила. Люсьен улыбнулся. Очередной припадок или решил жениться? Брось шутить. Это очень серьезно. Для меня это вопрос жизни. Но между нами ничего нет. Аньес даже не подозревает. Еще Жюль Лафорк сказал, женщина — существо таинственное, но полезное. Пьер взмутился. Значит, для тебя? Он не договорил, вошла Жанетта. Она сняла шляпу, перчатки, повертелась в зеркало, закурила. Все это молча. Потом сказала. — Почему ты не позвал Андре? Люсьен рассердился, но промолчал. И Жанетта, отодвинув стакан, обратилась к Фьеру. — Как он вас развлекал? Рассказывал о благородстве своего отца? Или подготавлял за коктейлем восстание? Люсьен удивленно посмотрел на Жанетта. — Что с тобой? Откуда столько иронии? Иронии никакой. Просто мне скучно. Пьер заерзал. — Я пойду. Мне ведь приходится вставать в шесть. Мишо восхищенно сказал Пьеру. — Вот это станок! Потом они заговорили о политике. Пьер, как всегда, превозносил Виара. Мишо слушал молча. Это был коренастый человек лет тридцати. Кепка, серые насмешливые глаза. На нижней губе погасший окурок. Рубашка с короткими рукавами. Видна татуировка, якорь и сердце. Мишо служил во флоте. Он хорошо работал, но язык у него был острый. На заводе его уважали, да и побаивали. Пьер говорил с механиком, как со старшим. Он волновался, одобрит ли Мишо последние выступления Виара. Мишо отмалчивался. — Вы, может быть, не согласны с лозунгами? — Почему? — Это лозунги Народного фронта. А на слова Виар-мастер. — Значит, не доверяете. Теперь Народный фронт — это часть официальная. А если по душам? — Часы или кошелек я ему доверю. Но не наше дело. — Я вас не понимаю, Мишо. Этот станок не ваш, не наш, а сцена. — Десера. Изготовляем мы моторы для бомбардировщиков, то есть для войны. Но для станка вы найдете ласковое слово. А от человека, который всю свою жизнь посвятил нашему общему делу, вы говорите, как о враге. — Станок — это не только денежки Десера, это вещь и хорошая. Сейчас не наш, завтра, может быть, будет нашим. За ним стоит присматривать. С бомбардировщиками тоже дело темное. Против кого будут воевать, кто, как. А с Виаром все ясно. Сейчас мы вместе, это выгодно и ему, и нам. Потом или мы его пошлем к черту, или он нас, не знаю, кто первый. Одно бесспорно. Если мы его вовремя не приставим к стенке, он нас всех перестреляет. И еще как. Ну, я разболтался, а надо пресс проверить. Пьер думал об этом разговоре, когда шел после работы коньес. Был час сумерек. Все тогда кажется невесомым, призрачным. Старые дома днем, как сыпью, покрытые пятнами, становятся голубыми холмами. Лица, измученные, обезображенные годами и горем, грубо расцвеченные косметикой, выглядят прекрасными. Зримого мира касается очарования искусства. Слова Мишо казались Пьеру нестерпимо сухими. Может быть, Мишо и прав. Но тогда все неинтересно, и борьба, и победа. Тотчас Пьер спохватился. Нет, Мишо не прав. Достаточно вспомнить жизнь Виара, как он отказался от розетки почетного легиона, как его травили шовинисты. Этот человек не пойдет на компромисс. Пьер не понимал Мишо. Его мысли, извилистые и, однако, прямой, похожие на горный ручей, сверлящий камню. Мишо был парижанином, насмешливым и строгим. А Пьер родился на юге, среди виноградников Руссельона. Его отец был метронпажем в Перпиньяне. Там много резкого света, земля рыжая, а море настолько синее, что оно кажется расплавленной эмалью. Пьер любил громкий смех, порывистые движения, бурные слезы, стихи гюго, предания о якобинцах, на эшафоте произносивших пылкие монологи, всю зримую, выразительную красоту жизни. Глядя на каштаны бульвара, едва проступавшие сквозь тени туман, взволнованный началом весны, он говорил себе, мы победим, потому что людям хочется счастья, тепла, рук, дружбы, доверия. Он вспомнил свои полудетские стихи «Ветер» и «Борьба», «Черный хлеб» жизни. Его мысли невольно обратились к Аньесу. Как она его встретит? Пьер, живший вслух, склонный на словах преувеличивать все свои переживания, терялся перед сосредоточенным молчанием этой девушки. Он говорил себе, я не могу без нее жить. Он даже Люсьен рассказал о своей любви, но ни разу он не посмел высказать свои чувства Аньесу. Он часто приходил к ней, рассказывал о собраниях, о книгах, о моторах, расспрашивал про школу, про ребят. Вдруг они замолкали, слышно было, как дождь бьется о чердачное окон. Однажды он осмелился спросить, вы испытали это? Перед тем он ей рассказывал о романе Гамсона. Втайне он надеялся, что она ответит «да». Теперь, отвернувшись Аньесу, Грюма сказала, у меня был любовник. Того дня к томлению прибавилась и ревность. Пьер толковал грусть Аньес, ее отчуженность, как тоску по неизвестному сопернику. Зажглись фонари. Пьер подымался по улицам Бельвилля. В окнах колбасных каменелись свиные головы, убранные бумажными розами и залитые фиолетовым светом. У входа в кино нарисованная красавица, сжимая руку матроса, плакала чересчур крупными слезами. В десятках кафе нежно звенело стекло, а шары метались по зелени бильярда. Вечером эта улица блистала трогательной мишурой. От нее шли узкие темные переулки, похожие на каналы. Там стояли запахи маргарина, лука, мочи. Арабы играли в орлянку, переругивались старухи, дети и коты кричали. Это был один из самых бедных кварталов города. Нищета здесь была лишена романтики. Она сводилась к заплатам на заплатах, к пустой похлебке, к кропотливому подсчету дырявых сух. В одном из закаянных переулков недавно построили новый дом для лавочников, служащих чиновников. Крохотные квартиры были отлеены яркими обоями и заставлены причудовыми креслами. Убогая роскошь. Верхний седьмой этаж, как в дорогих домах, отвели под комнатой для прислуги. Но лавочницы и жены делопроизводителей тряпали сами, и комнаты на чердаке сдавались одиноким беднякам. Здесь проживали безработный бухгалтер, старая массажистка, неудачливый камен-вайжер. Здесь жила и Аньес Лежандр, покорившая сердце Пьера. В ее комнате стояла узкая складная кровать. Стол, на нем кипа школьных тетрадок, два соломенных стула, умывальник. Стены голые, ни гравюр, ни фотографий. На полке книги, учебники, словарь, госпожа Бовари, биография Луизы Мишель. В оконце было видно небо с туманной, как бы театральной луной. Трудно было назвать Аньес красивой. Чересчур большой выпуклый лоб, серые близорукие глаза, вздернутый нос, красные рабочие руки. Но была в ней привлекательность скрытых чувств, стойкости, воли к труду, может быть, и к жертве. Когда она улыбалась, ее лицо сразу становилось милым, простеньким. Девушка, которая любит утро в лесу и ягоды, которые легко обмануть, обидеть. Улыбалась Аньес редко. Не от веселья, но от глубокого спокойствия, а в минуты большой радости плакала. Никогда еще Пьер не видал Аньес такой хмурой. Он рассказал ей о выступлении Люсьена. Она угрюмо сказала, гадость. Они играют на имени его отца. Пьер пытался спорить. Говорил об искренности Люсьена, о конфликте между двумя поколениями, о необходимости пропаганды. Но Аньесу прямо отвечала, политика — это низость, игра, а люди гибнут. Пьер подумал, наверное, она влюблена в эстета. Он должен наконец-то узнать, кто его соперник. Скажите, человек, о котором вы раз упомянули. Вы знаете, про кого я говорю? Он что, поэт? Нет, москотельщик, зачем вы об этом заговорили? Да еще сегодня, не без того худа. Вы думаете о нем? Аньес не ответила. Она посмотрела на Пьера, и глаза ее, обычно беспомощные, как у всех близоруких, стали жесткими, почти неприязненными. Она сухо сказала, «Я сегодня узнала, что меня выгоняют из школы. Как видите, все куда прозаичнее». «Вас выгоняют?» Пьер негодовал. Ему было тесно в этой маленькой комнате. Он выкрикивал, «Кто вас выгоняет?» «Да как они смеют?» «Этого не может быть!» Аньес рассказала «Циркуляр министра». Один из родителей, владелец москотельной лавки, заявил, что его сына заставили в школе написать возмутительное сочинение. Вот прочтите. Мальчику восемь лет. Пьер читал вслух. «У нас было шесть щенят. Мама утопила пять. Она сказала, что не хватит молока. Рене сказал, что у него скоро будет сестрица. Рене говорит, что у них нет молока. Я думаю, что сестрицу Рене тоже утопит. Когда я был маленьким, у нас было много молока. Мама говорит, что когда я буду большой, меня убьют на войне. Я люблю играть в мяч и кататься на карусели». Я сказала детям, напишите, как вы живете. Много замечательных ответов. Вы как-нибудь посмотрите. А в циркуляре сказано «антипатриотический дух». Меня сегодня вызывали к инспектору. Перемените характер воспитания. Тогда мы будем ходатайствовать о смягчении санкций. Я отказалась. А меня вы упрекаете за политику. Это не политика, это правда. Политики я не люблю. Там все, как из гуттаперчи. Можно сжать или растянуть. Неизвестно, что плохо, что хорошо. Говорят, говорят, а люди не меняют. «Что же вы теперь будете делать?» «Я умею шить. Пойду в мастерскую». Она тихо добавила. «Хуже другое. Я люблю эту работу. Я девочкой тогда была, но помню, как отец горевал. Он работал у Рено. Они бустовали долго. Мама плакала, что нечем нас кормить. А отец не унывал. Продал часы, угощал нас колбасой, шутил, пел. Тогда песенка была про бегемота, который стал сенатором. Все-таки они сдались. Отца не взяли. Зачинщик. Он всю зиму ходил без работы. Какая-то работенка перепадала. То починить швейную машину, то еще что. Но он ходил в цех и просил. «Пустите, я даром поработаю». Он и нам говорил. «Я по машине скучаю». Они молчали. Внизу кто-то одним пальцем играл на пианино модный романс. «Все прекрасно, госпожа Маркиза». Пьер стоял возле стола. Детская тетрадка. Малыш нарисовал человеческую мечту. Синеморий кораблик. Пьер вдруг взял руку девушке. Аньес. Он столько месяцев не мог решиться. Он думал, что нужно говорить, убеждать, доказывать. А теперь он только назвал ее по имени, больше у него не было слов. И Аньес все поняла. Ее рука ответила руке Пьера. «Милые, вы знаете, я так намучился, не умел сказать. Я думал, что это только я, что вам все равно. Мне казалось, что я в вашей жизни случайно, что у вас другая, другие. Не понимала, почему вы приходите». Давно уже замолкла пианино, уснули все семь этажей, уснули злосчастные переулки. Люди, в кино посмеявшись и поплакав, разошлись по домам. Пропыхтел последний автобус. Только луна все еще висела над крышами, как забытый фонарь. Докричали коты. Пьер вдруг вспомнил. У нее был другой. Она сказала, москотельщик, но ведь и донес на нее владелец москотельный. Совпадение? Нет, тот самый. Захотел отомстить. Какой страшный человек. Наверное, стечется нишку. Среженные усы с проседью брюки в полоску, благонамеренный, запросто приходит в участок. Она жила с таким. Пьер весь съежился, притих. Это было как возврат головной боли. Пьер, о чем ты думаешь? О нем. Ты сказала, москотельщик. Да, дюваль, он донес инспектору. Я не про то, про любовь. Какой глупый. Поверил. Я сказала первое, что пришло в голову. Думала о доносе, вот и ответила москотельщик. Но кто он? Ты. А до тебя никого. Он обнял ее и вдруг щекой почувствовал, что она плачет. Аньест, тебе грустно. Глупый. Мне хорошо. Окна длинной комнаты выходили на глухой двор. Часто приходилось с утра зажигать электричество. Большой стол был завален папками, газетными вырезками, письмами. Под бумагами неожиданно оказывались пепельница с окурками, полицейский роман или сиротливая перчатка. Хозяин не любил, чтобы на столе прибирали. Мебель была случайной. Шкаф, ампир, кресло модерн из металлических трубок, разрозненные стулья. На стене висел пейзаж маркет. Зеленовато-серая вода и старая лодка. Рядом карта, вся исцарапанная красным карандашом с кружками нефтяных промыслов и треугольниками шахт. Здесь работал один из подлинных властителей Франции, финансист Жюль Дестер. Дестеру было под пятьдесят. Одутловатый человек с пронзительным взглядом под густыми низко нависшими бровями. Иногда он выглядел много старше. Бросались в глаза отеки, болезненная серость кожи, сутулость. Иногда ему нельзя было дать и сорока. У него были движения юноши и поразительная живость глаз. Одет он был небрежно, много пил и не выпускал изо рта короткой прожженной трубки. В отличие от других представителей денежной знати, Дестер не любил показной славы. Он не подпускал к себе репортеров и фотографов. Упорно отказывался от политических выступлений, отрицал свое влияние на государственные дела, хотя ни одно правительство без его одобрения не просуществовало бы и месяца. Дестер предпочитал кулисы. Невидимый, при помощи людей, широко им оплачиваемых и преданных ему, он диктовал законы, направлял иностранную политику, выбирал министров, а потом сваливал их. Сила Дестера складывалась из цифр, их сплетения, их противоречий. Здесь были капиталы, вложенные в железные дороги Польши, и американская нефть, и каучукинда Китая, и владельцы авиационных заводов, заинтересованные в росте вооружений. Здесь были биржевики, отвечавшие на каждую воинственную речь Гитлера радостным ажиотажем. Короли Боксито, продававшие в Германию сырье, треста бувных фабрикантов, мечтавшие об уничтожении сапожного императора Бати, а с ним заодно и Бенеша. Либеральные текстильщики, готовые предоставить неграм гражданские права, лишь бы негры облачились в импортированные кальсоны. Непримиримые воротилы стального синдиката, взывавшие к авторитету римского папы, чтобы сохранить низкую заработную плату. Здесь была война между шоссе и железными дорогами, пустые поезда и крахи автобусных компаний, мукомолы, богатевшие на канадской пшенице, и шовинизм землевладельцев округа Бос, требующих заградительных пошлин. Здесь был клубок различных интересов, который бился как человеческое сердце. Дессер знал цены на хлопок и на цинк, знал, сколько надо заплатить тому или иному министру, его голова, как жужжание мух, была заполнена цифрами. Но никогда он не подсчитывал своих барышей. Он работал над деньгами, как скульптор над камнем. В своей личной жизни он был скромен, семьи не имел, не занимался благотворительностью. Он мог бы прожить на заработок одного из своих служащих. Каучук или медь были для него отвлеченными понятиями. Он как-то спросил, где находится Сайгон. Наверное, он не сумел бы отличить пшеницу от овса. Дессер окончил политехникум. Года два он проработал как инженер, и в душе считал, что деньги его погубили. Ради них он изменил своему призванию. С болезненной мнительностью он следил за тем, как Пьер или другие инженеры принимали его замечания. Будучи самолюбивым, он говорил, «Не обращайте внимания на мои слова. Я дилетант». По природе Дессер был человеком страстным, влюбленным в опасность. Он мог бы стать летчиком-испытателем, путешественником или демагогом, помышляющим о государственном перевороте. Да и в своем деле он ценил риск. Неожиданные реакции биржи Лондона или Нью-Йорка, похожие на капризы взбалмошной кокетки, сговор вчерашних врагов за спиной у вчерашнего друга, провал дипломатической конференции, словом, все, в чем легко было просчитаться. Казалось, такой человек должен был пристраститься к фашизму, с его философией фатализма, с его культом иерархией, с его наклонностями к авантюре и сугубо трагическими декорациями. Действительно, до 6 февраля Дессер отпускал довольно крупные субсидии вожакам боевых крестов. Это было, однако, ходом игрока. Он хотел свалить кабинет. Достигнув цели, он преспокойно сказал своему недавнему другу Братаэлю, «Теперь вам придется забыть мой адрес». Он плевел. И это было последней сенсацией парламентских кулуаров. Оговорили даже, что он якшается с виаром. Однако любимцами Дессера были радикал-социалисты, огромная и рыхлая партия средних французов, объединявшая крупных негациантов и бедных виноделов, знаменитых профессоров и полуграмотных лавочников, партия, изобиловавшая ораторами, которые в захолустьях разыгрывали кто Дантона, кто Гамбетту. Радикальная партия, пуще всего боявшиеся радикальных мероприятий. Дессер ни по положению, ни по способностям не был средним французом. Но болтовню этих прирученных якобинцев, за которой следовала трезвая и кропотливая работа, он любил как почву и воздух Франции. Он говорил «я циник». Однако у него был политический идеал. Он хотел сохранить ту страну, которую знал с детства, ее богатство и косность, непоколебимые устои семьи, с интимными драмами, с ревностью, опережающей любовь, с эпическими тяжбами о наследстве, приятную скуку провинциальных городов, беспечность и в то же время бережливость, даже скалебность хозяек, трудолюбие, принуждающее зажиточных стариков копать грядки или чинить рыбачьи сети, цветники рантье с душистым горошками, зеленый горошек, равного которому нет в мире, жизнь, посвященную удочке, без надежды выловить хотя бы пескаря. Мировые интриги в буфете парламента и академические споры, какой оператив полезней для желудка. Протекции, круговую поруку масонских лож, кумовство, придающие высокой политике уют и фамильярность, ирония, распространяющаяся на Бога и на медицину, на Францию и на самого себя. Вероятно, в этом сказалось происхождение Дессера. Человек, которого знали в Нью-Йорке, даже в Мельбурне, был сыном содержателя небольшого кафе «Свидание друзей» в Анже. Там перед выборами кандидаты обхаживали избирателей, сторожилы рассказывали о бедах прошлого века, о наводнении, о тигре, убежавшем из зверинца, о нашествии пруссаков. А влюбленные, благословляя тусклость газового рожка, обменивались жаркими поцелуями. Отец Жюля Дессера не увидел величия своего отпрыска. Он умер на войне от тифа. Нажив миллионы, Жюль Дессера остался верен привычкам детства. Он отдыхал душой, играя в шашки со стариком-садовником. Обедая, он куском хлеба подбирал соус, тарелки. Иногда в воскресный день ему удавалось выбраться за город. Маленькие кафе, на марне или на сене, были сродни свиданию друзей. И Дессера, сняв пиджак, танцевал с потными, раскрасневшимися белошвейками. Дессер жил под Парижем в небольшом поместье. Он вставал с петухами, шел на кухню и там ел помидор или кусок сыра, запивая его белым вином. Прочитав газеты, он уезжал в Париж. Он улыбался школьникам и собакам, но вскоре цифры заполняли все. До десяти он работал над сводками и телеграммами. Затем начинался прием. Гостиную, неуютную и пышную, похожую на приемную светского дантиста, хорошо знали министры, дипломаты, финансисты Парижа. В то утро приема ждали два банкира и советник румынского посольства. Пьер в смятении развернул газету и притворился, что увлечен статьей о женевских санкциях. Ему казалось, что другие посетители видят, зачем он сюда пришел. Лакей торжественным шепотом возвестил «Господин Пьер Дюбуа». Десер принял Пьера первым. Ему нравился Пьер. Его внешность, порывистого южанина, наивные речи, особенно его бедность. Пособный инженер, едва сводивший концы с концами, напоминал Десеру его молодость. Кроме того, Десер хотел показать банкирами дипломату, что в этой гостиной они не гости, но простители. Он встретил Пьера Ласкова. Тот мялся, не зная, с чего начать. Сбивчиво и чересчур пространно он рассказал Десеру, как министру волил Аньес. «Дело не в том, что это моя знакомая. Конечно, я не скрываю, что меня интересует ее судьба, но ведь это вопиющая несправедливость». Десер улыбнулся. «Справедливости, мой друг, нет». «Что касается особо, о которой вы говорите, это дело мы сейчас уладим». Он взял трубку телефона, набрал номер. «Попросите господина Тесса». «Да, сэр, здравствуй, дорогой». «Как супруга?» «Спасибо». «У меня к тебе просьба. Ты, наверное, сегодня увидишь министра на комиссии. Да-да, речь идет об одной учительнице, Аньес Лежандр. Ее уволили за антипатриотическое воспитание. Пустяки». «Ты понимаешь, что теперь не время, накануне выборов. Потом все это очень условно. Завтра и нас чего доброго объявят анархистами. Или предателями из Коблинца». «Чудесно. Теперь скажи, ты свободен сегодня к завтраку? Нам надо о многом поговорить». «Великолепно. Я заеду за тобой ровно в час». Десер сказал Пьеру. «Все в порядке. Госпожа Лежандр сможет воспитывать детей, как и вздумается. Коммунистами, толстовцами, дикарями. Итак, вы решили жениться?» «Нет». «То есть, да, я не знаю, но почему вы догадались?» «Вы ничего не делаете сегодня вечером?» «Зайдите за мной. Я ночую в городе. Побродим, поговорим. А сейчас мне надо принять трех идиотов. Директор банка и Костельон пришли насчет польского займа. Придется им сказать, просчитались. Во-первых, данцик не стоит французского мизинца. Во-вторых, поляки все раскрадут. Видали дипломата? Это малая антанта. Негуса макаронщики уже слопали. «Вероятно, мы отдадим им и Балканы. Ничего не поделаешь. Мы хотим мира. До вечера». Депутат Поль Теса был известен своим чревоугодием, и десер повез его в ресторан «Догорно» рядом с бойнями. Это было скромное на вид заведение с лучшими в Париже антрикотами и с первоклассным погребом. Здесь завтракали крупные скототорговцы, знавшие толк в мясе. На стене висела доска. Хозяин выписывал мелом, сколько голов скота было продано на бойнях и по какой цене. В Догорно приходили также тонкие гурманы, почетные члены гастрономических клубов и снобы, которых умиляло сочетание высоких цен с грубыми манерами скототорговцев. Десер тщательно обдумал меню. Он заказал устрицы, мотлот из угрей, петуха в вине и, разумеется, антрикот. Предвкушая наслаждение, Теса сказал метр Дотелю. «К антрикоту тот самый соус из мозгов, не правда ли?» «Конечно, господин Теса». Поль Теса обладал изрядным аппетитом, но был худ. Бледное длинное лицо с выдающимся подбородком и острым носом. Вид больного или аскета. Однако это был бодрый, даже резвый человек. Если у буфета палаты депутатов слышался шепот, сопровождаемый раскатами смеха, можно было с уверенностью сказать, что это какой-нибудь нескромный коллега рассказывает о галантных похождениях 58-летнего Теса. При этом Теса был отменным семьянином, обожал свою тучную супругу и детей, их было двое, Люсьен, причинявший отцу уйму хлопот, и красивая, но скромная студентка Денис. Дочку Теса боготворил. С неизъяснимой легкостью он переходил из будуара опереточной певицы в семейную спальню, где под распячем, как алтарь, выселась двуспальная кровать, украшенная бронзовыми купидонами. Этот тщедушный человек обладал зычным голосом приятного тембра. Он считался одним из лучших ораторов. На политическую арену он вышел относительно недавно, уже будучи знаменитым адвокатом. «Ты сам мог, показав на корыстного тупого убийцу, патетично воскликнуть, «Взгляните, перед вами истрадавшийся мечтатель!» Присяжные сморкались и выносили оправдательный приговор. Парламент Теса был выдвинут радикалами одного из западных департаментов. Победа досталась легко. Против Теса боролись коммунист, слесарь Депо, косноязычный и скупой на посулы, да отставной генерал, требовавший порки для несовершеннолетних. В палате Теса выступал редко. Дважды он отказался от министерского портфеля. Не будучи уверен в будущем радикальной партии, он осматривался и выжидал. В кулуарах поговаривали, что он хочет порвать с радикалами и перейти в одну из правых группировок. Для Теса кресло депутата стало новым источником обогащения. Он брал деньги у консессионеров и поставщиков. За приличное вознаграждение входил в правление акционерных обществ и прикрывал своим именем различные аферы — венесуэльские копии или плантации мартиники. Он не был жаден, но любил широко жить, не отказывал ни в чем семье и любовницам, легко залезал в долги. Теса знал весь Париж. Тысячами людей он был на «ты». Он кормил послов и прокуроров, задаривал журналистов, охотно исполнял просьбы своих избирателей, добиваясь у министров то ордена для финансового инспектора, то патента на табачную торговлю для вдовы бравого жандарма, то отмены судебных преследований, возбужденных против чересчур прыткого шантажиста. Теса проживал устрицу, выпил глоток вина и сказал, «Эта учительница — коммунистка?» «Не знаю, но прямой угрозы для Третьей Республики она не представляет. Ты циник. Шабли здесь чудесные. Ты, значит, не чувствуешь опасности?» «Напрасно. Я считаю, что выборы будут катастрофой. Радикалы идут на самоубийство. Если победит Народный фронт, их сглотнут». Он проглотил устрицу. «Даже в парламентской фракции они поддались этой моде. Я лично против. Выставляю мою кандидатуру как национальный радикал, но боюсь». Он выжил над раковиной лимон и грустно вздохнул. «Боюсь, что меня не выберут. Ты уже начал кампанию?» «В субботу первое собрание. Сегодня вечером я уезжаю. Тогда все в порядке». «Как это все в порядке?» «Очень просто. Ты должен объявить себя сторонником Народного фронта». Ты, став в возмущение, откинул салфетку и загрохотал, как будто на трибуне. «Никогда! Лучше провал, гибель, все что угодно, но не предательство. Эти, господа, заклятые враги Франции! Побляди, Блюм, человек, у которого даже имени французское, хитрый, кровожадный, интригант Дормуа, мог с его жаждой разрушить транспорт, враг земледелия Молне, наконец, Виар на глазах у Гитлера, призывающий к разоружению. Виар, который... Виар попросту болтун. Сделая его министрами, он сразу образумится. А коммунисты? Франция — страна индивидуалистов. Рантье, лавочников, фермеров. Почему Жан или Жак голосуют за коммунистов? Жана обложили на 600 франков больше, чем следовало. А сына, Жака, не приняли в ветеринарный институт. Это способ поворчать и только. Теса, поглощенный рыбой, молчал. Разве коммунисты могут положиться на тебя? Продолжал Десер. Конечно, нет. Но они готовы поддержать твою кандидатуру. Это военная хитрость. Почему же нам быть простачками? Они устроили народный фронт с расчетом сначала уничтожить правых, а потом съесть нас. А мы перехитрим. Мы разобьем на выборах правых и под шумок расцветаемся с коммунистами. Угарь действительно восхитительный. Но скажи мне, Жюль, почему нам нужно расколотить правых? Хотя бы потому, что их расколотят и без нас. А если мы будем упрямиться против нас? Видишь ли, политика — маятник. Налево, направо, снова налево. Наше дело присматривать, чтобы маятник не качнулся слишком далеко. В 24-м победили левые. Картель переносит Жореса в пантеон, красные флаги. Два года спустя радикалы поворачивают направо, и к власти приходит Понкаре. В 32-м выборы ничего не дают. Ни один кабинет не может удержаться у власти. А в стране происходит поворот направо. Это конец 33-го. Каждый вечер на Сан-Жермене демонстрации. Долой депутатов. Кого травят справа? Радикалов. Разве тебя не пытались припутать к делу Ставиского? Наконец, 6 февраля. Кровь. За границей убеждены, что Франция накануне диктатуры. Но маятник неожиданно меняет направление, и 9 февраля выступают коммунисты. Надо найти середину. Показывается старик Думерк. И маятник успокаивается. Но в стране процесс продолжается. На этот раз он глубже, следовательно, длительней. Он еще не закончился. Народный фронт должен победить и победит. Если он победит с нашей помощью, год спустя радикалы повернут направо, и все успокоится на 3-4 года. Позволь, я тебе налью бордо. Это Мутон Ротшильд. Выходит, что я должен способствовать торжеству моих врагов. Знаешь пословицу, вино разлито, надо его пить. Иногда необходимо это вино разбавить водой. Ну, конечно, не Мутон Ротшильд. Подали петуха. Тысана несколько минут забыл о горестях политики. Он отдался к гастрономии. Ты знаешь, почему здесь петух в вине лучше, чем повсюду? Петух — это несчастье. Но мы, французы, придумали, как превратить старого, сухого петуха в изысканное блюдо. Его тушат в вине. Все-таки курица нежнее петуха. И вот тебе секрет до горно. Ты ешь не петуха, но курицу. Ты спросишь, почему они называют курицу петухом? Скромность. А может быть, гордость. Во всяком случае, стратегия кулинара. Дестер засмеялся. Тебе остается последовать этому примеру. Ты будешь национальным радикалом, но мы тебя подадим, как сторонника Народного фронта. Кромность или гордость? В общем, это абстрактный разговор. Все равно меня не выберут. Для настоящей компании у меня нет ни времени, ни средств. Время ты можешь выкроить. Тем паче, что ты жаждешь служить Франции. А насчет средств не беспокойся. Все расходы по компании я беру на себя. Теста не одобрял стратегии Дестера. Все же предложение показалось ему заманчивым. Он просиял и тотчас смутился. Надо соблюдать достоинства. Но он трикот тем самым соусом из мозгов еще больше его развеселил, а тут принесли Бургундское. Неизменно бледный Теста порозовел. Ему хотелось поговорить о чем-нибудь приятном, например, об актрисе Полет. Но, желая скрыть от Дестера свою радость, Теста вспомнил семейные беды. Мой сын, его голоси почувствовали слезы, кто знает, играл ли он или вправду опечалился. Люсьен выступил неприличным докладом. Мое имя теперь треплют во всех газетах. Я пробовал с ним разговаривать. Знаешь, что он отвечает? Это классовая борьба. Ужасно, сын и враг. Ты напрасно расстраивайся. Люсьен перебесится. Какая же это классовая борьба, если он продолжает жить на твои деньги. Ты увидишь, он еще будет депутатом, даже национальным радикалом. Я его встретил недавно у Максима с очаровательной девчонкой. Люсьен у Максима? Шалопай? Ему 32 года, а он ничего не зарабатывает. Пишет какой-то вздор для раешника. Я тебе говорю, такое может стать анархистом, бандитом. Никакой морали. Меня утешает Денис, работяга. Она изучает что-то очень скучное, кажется, романскую архитектуру. Девушка серьезная. Ты пробовал этот сыр? Как будто почтенный. Слышишь, как пахнет. Дали бы нам 10 лет мира. Я боюсь, что все может сорваться. Если победит Народный фронт, будет война. Вряд ли. Воевать без союзников мы не можем. Мы хотим припугнуть немцев и заигрываем с итальянцами. Англичане применяют санкции к Муссолини, но щадят Гитлера. В общем, придется пойти на уступки. Это невозможно. Какой француз согласится отдать Эльзас? Ну, зачем Эльзас? Существует малая Антанта. Что, мы их даром кормили? В случае чего выданим чехов. А Польша? Польшей тоже можно откупиться. На сколько? На пять, самое больше на 10 лет. Зачем заглядывать вперед? Сейчас надо сохранить Францию, мир, богатство страны. У тебя хорошо, у тебя нет детей. Я с ужасом думаю, что ждет Дениса и Люсьена. Это было декламацией. Теса пил кофе и улыбался. Дессер оплачивает предвыборную кампанию, значит, он, Теса, снова будет депутатом. А мысли о будущем — это легкая меланхолия после хорошего завтрака. Дессер посмотрел. Мутные глаза, покрытые спариной, острый нос, самодовольная улыбка. Ему захотелось подразнить, Теса. Ты хочешь знать, что ждет твоих детей? Может быть, рай, павлины в вине, прогулки на самолете в Гваделупу, а может быть, обыкновенная война, трудовые лагеря, каторга, смерть. Скорее всего, последнее. Но тебе теперь нельзя унывать. Ты кандидат Народного фронта. Интересно, как ты будешь на собраниях поднимать кулак? Дессер рассмеялся и, желая смягчить через чир грубую шутку, хлопнул Теса по плечу. Довольно говорить об этой проклятой политике. Я видел вчера полет. Тебе везет. Это действительно самая красивая женщина Парижа. После завтрака Дессер вызвал редактора-издателя крупной газеты «Лавуанувель» Жолево. Толстяк прибежал, запыхавшись. Он сразу понял, что предстоит серьезный разговор. Жизнь Жолево была бурной. Много раз его привлекали к ответственности то за вымогательство, то за клевету. Он всегда выходил сухим из воды. Говорили, будто он слишком много знает о прошлом различных государственных деятелей. Жолево был южанином. Отец его торговал в Марселе рыбой и морскими ракушками, пополняя доходы по сильной помощи скупщикам живого товара. Жолево вырос в атмосфере игры. Он презирал мораль, был суеверен и черных кошек боялся куда больше, чем следователя. Приехав в Париж юношей, он стал агентом мелкого страхового общества, существовавшего только благодаря тому, что оно не платило по полисам. Потом Жолево занялся литературой. К обрезных журнальчиках он помещал в статьи об интимной жизни сенаторов и финансистов. Зарабатывал он главным образом не тем, что писал, но тем, чего не писал. От него откупались. Жолево завел биржевую газету «Ле Финанс». Как-то он поместил в ней огромное объявление. «Вносите ваши сбережения в кассу алжирского кредита». На следующий день директор банка позвонил Жолево. «Почему вы печатаете объявление? Мы его не давали». «Да, но мой долг рекомендовать читателям солидные банки. Помилуйте, вкладчики вынимают вклады. Ничего не могу поделать. Долг превыше всего». Час спустя директор вручил Жолево 50 тысяч, и объявление исчезло. После этого Жолево вышел в люди. Родилась Лавону Вэль. Газета сначала дышала на ладан. Жолево сам писал все статьи. Типограф хватал случайных посетителей и требовал денег. Затем начался расцвет. Подписи знаменитых писателей, сенсационные репортажи, десять страниц объявлений. Газета то горячо поддерживала радикалов, то обличала их как преступных масонов. В начале Африканской войны Жолево оплакивал Негуса. Вдруг в газете появилась восторженная статейка. Цивилизаторская миссия Италии. Жил Жолево как птичка, не зная с утра, чем закончится день, пышным ужином или еще одной повесткой от следователя. Совал нищенке сто франков, сотрудниками расплачивался чеками без покрытия, покупал по баснословной цене картины Маттисса, закладывал и перезакладывал фамильное серебро жены, и поздно ночью один играл на гитаре попури из кармен. Надевался он пестро, шелковая рубашка оранжевого цвета, васильковый галстук, а в нем булавка, золотая ящерица. Несмотря на тучность, был подвижен, говорил с акцентом, коверкая слова на итальянский лад, и чем темнее была суть разговора, тем возвышеннее выражался. Придяг Десерва начал с пафосом превозносить заслуги своей газеты. Он надеялся выклинчить тысяч десять. Среди повального безумия мы отстаиваем принципы порядка. Вы читали статью Лебе о расплевающем влиянии марксизма? К выборам я приготовил сюрприз. Я заказал Фонтенуа и серию очерков о распаде Советской России. Мы их подадим в виде репортажа, как будто Фонтенуа в Москве. Пришлось оплатить его поездку в Варшаву. Потом я раздобыл документ о Виаре. Один домовладелец согласился засвидетельствовать, что Виар в молодости изнасиловал дочь почтальона. Это обойдется в десять тысяч. Но вы представляете, какой эффект? У Дюшена смелое перо. Десерк перебил. Перо придется повернуть. В новых автоматических ручках замечательные перья. Их можно повернуть. Пишут толще, но не скрипят. Теперь давайте говорить всерьез. Лавон Увель должна выступить за Народный фронт. Жулев встал, вытянул руку и, едва дыша от волнения, сказал, «Это невозможно. Я понимаю, что такое политика. Я сам не раз прибегал к обходным движениям. Но никогда я не изменял Франции. Вы слышите меня, господин Десерк? Никогда!» «Бросьте вы не на собрании. Я говорю с вами о деле. Вы обязательно хотите высоких слов? Пожалуйста. Победа Народного фронта в интересах Франции. В воздухе пахнет революцией. Если не открыть клапана, котел взорвется. Я не знаю, изнасиловал ли Виар дочь почтальона. Сомневаюсь. По-моему, он не жив и со своей женой. Это Евнух. Но Виар в оппозиции опасен. Он рычит, как лев. Если ему дать портфель министра, он сразу научится блеять. Но ведь это катастрофа? Отдать Францию в руки людей, которые еще вчера отрицали родину. Погодите, вы затронули важный вопрос. Собственно говоря, для этого я и хотел с вами встретиться. Вы курите? В том, что Лавуан-Увель будет поддерживать Народный фронт, я не сомневаюсь. Вы достаточно опытный и дальновидный. Притом, я согласен прийти газете на помощь. Но теперь о самом главном. Эти люди охвачены патриотической лихорадкой. Они ненавидят фашизм. Все это понятно, но опасно. Ваша газета должна стать органом пацифистов. Братство народов, экономическое единство Европы, жизнь крохотных существ, которых не надо подвергать опасности, слезы матерей, все что угодно, лишь бы мир. Мир во что бы то ни стало. Но роль Франции лучше быть счастливой Андоррой, безмятежным Монако, чем развалинами Карфагена. Я не верю в поведу Франции. Мы устали. Нам надоело влюбляться, ревновать, затевать драки. Это закон природы, и только Тесса способен в 60 лет изображать мартовского кота. Вы скажете, что французы — храбрый народ. Конечно. Когда-то они прошли с Марсельезой по всей Европе. Об этом в школе учат. Но теперь мы разжирели. Мы слишком хорошо живем, боимся рисковать. Кто пойдет сражаться за престиж или за справедливость? Лаваль, Морис Шевалье, вы? Одним словом, если Ремарк напишет еще один роман, покупайте права и по телеграфу. А за деньгами остановки не будет. Жиле задумался. Потом он воскликнул. Вы все же гениальный человек. Я не знаю, к чему это приведет, но меня увлекает идея. Мир, мир во что бы то ни стало. Перековать мечи? Десер усмехнулся. Вы забываете, что я имею некоторое отношение к военной промышленности. Сотни тысяч французов живут делом. При том, если мы ослабим военную продукцию, на нас нападут. Главное — сбить температуру. Я повторяю, у них лихорадка свободы. Пишите, что войны хотят поставщики пушек двести семей. Жиле небрежно засунул чек в бумажник. Я напишу замечательную статью «Десер против двухсот семейств». Глупо и неправдоподобно. Напишите лучше «Десер», как и прочие представители двухсот семейств. Жаждет потопить народ в крови. Это убедительней. Улыбаясь, он добавил. Может быть, и верней. Вбежав в редакцию, Жиле крикнул машинистке. «Люси, с сегодняшнего дня я повышаю ваш оклад на триста, нет, на пятьсот франков». Он был счастлив, ему хотелось, чтобы все кругом радовались. Весь день он отдавал приказы. Разыщите левых писателей с именем. Карикатура на Муссолини. Что-нибудь трогательное о рабочих. Мемуары ужаса Вардена. Скажите фон Денуа. Может, не стараться. Погодите, не надо говорить. Пусть пишет. Пригодится не теперь, так через год. Он ужинал на Монмартрием. Домой вернулся поздно и разбудил жену. Он принес ей чайные розы, которые купил в ночном ресторане. Розы были ползавядшими и сильно пахли. Жилео шепнул жене. «Четыреста тысяч? Это такое счастье!» Потом он снял ботинки, надел ночные туфли, выпил залпом стакан минеральной воды. И вдруг с непонятной ему самому грустью сказал. «А Франция тю-тюм! Теперь скоро конец. Недаром я сегодня встретил двух священников. Это к беде!» Вечером того же дня всемогущий десер и скромный инженер Пьер Дюбуа шли по набережной сены. Оба молчали. Пепельные тона, которые присущи Парижу. Спокойствие, идущие от тены с редкими огнями барж. Каменный лес собора Нотр-Дам. Все это располагало к молчанию. Они прошли мимо Аль-Овен. Свежему ветерку примешался терпкий запах вина. За оградой зоологического парка в темноте кричали встревоженные весной звери. Замелькали огни автомобилей, мчавшихся по мосту к Леонскому вокзалу. И снова сгустилась синеватая сырая тишина. Гармония между домами и рекой, старые названия узких улиц, улица Деревянного Меча, улица Маленького Монаха, улица Двух Гербов, тайны города, прожившего большую жизнь, по-разному волновали обоих. Десер провел день с теста, с жалео, с цифрами, с ложью. Он и грюмо сатулился. Зрелище замирающего города он воспринимал как проводы, как те минуты, когда близкие рассаживаются вокруг сложенных чемоданов, не находя слов, способных преодолеть пустоту разлуки. А Пьер радовался вечеру и камням, как радовался он смутной, затаенной красоте Аньес. Распахнул пальто, он жадно дышал ветром. Эта весна оказалась ему первой. Никогда прежде он не знал такого большого и вместе с тем простого счастья. Он мог бы свернуть в одну из боковых улиц и до рассвета рассказывать зверям зоологического парка или реверберам о прелести, о сердечности, об уме Аньес. Вместе с любовью иные чувства кружили голову Пьера. Как многие другие, он верил, что эта весна будет весной для его страны. Отец Пьера был социалистом. Мать рассказывала, как в Перпиньян приезжал Виар. Он у них ужинал после митинга. Однажды отец вернулся домой весь в крови. Они хотели спасти испанца Феррера от расстрела. Жандармы избили демонстрантов. Пьеру тогда было семь лет. Он проснулся ночью и, увидев кровь на щеке отца, заплакал. Отца убили на войне. Незадолго до смерти он писал жене. «Они заплатят за все. Будет революция». Революция — это слово, как солнце в туманный день томило сверстников Пьера. Когда началась война, они еще были детьми. Вместе с толпой они жгли молочные маги, кричали в Берлин, восхищались шароварами зуавов и высокими неуклюжими такси, которые увозили солдат к Марне. Потом они увидали безногих, изуродованных, отравленных газами. Тыл вонял карболкой, чернел вдовьями платьями. Приезжая в отпуск, отцы говорили о вшах, о грязи окопов, о трупах, разлагающихся среди проволочных заграждений. Они упрямо повторяли «Будет революция». Начались солдатские бунты. Голос Авроры дошел до шампани. Был короткий час радости, когда рожок гарниста возвестил о перемирии. Подростки вместе со взрослыми всю ночь танцевали на улицах. Им говорили «Вы-то будете счастливы». Вернувшись домой, солдаты нашли равнодушие и скаридность. Начались забастовки. Испуганные буржуа травили революцию, как дикого зверя. Все было пущено в ход, клевета и слезоточивые газы, гемагогия и тюрьмы. Коммунист ножом в зубах был нечистой силой, который Пуанкаре пугал завсегдатых в кафе де коммер и фермеров. Революция ушла в ячейки партии, в тесные кружки, в горькие раздумья обманутых. Изредка она напоминала о себе тостачкой шахтеров, то уличной перестрелкой. В горячий день 1927 года она всполошила столицу. Великодушный народ возмутился казнью Сакко и Вансетти, как птицы взлетели булыжники. И еще раз парижская мостовая покрылась рабочей кровью. Жить становилось все труднее и труднее. Кризис остановил ткацкие челноки и заселил призрачными постояльцами ночные бульвары. Прошло 15 лет со дня перемирия, и революция снова выглянула на улицы Парижа. «Неужели и нас погонят на войну?» — спрашивали сверстники Пьера, выкинутые из жизни и рано состарившиеся. Пьер плохо разбирался в политике. Он доверял словам. Два года тому назад он чуть было не погиб за чужое дело. В темную февральскую ночь он принял ложь за правду. Вспоминая потом об этом, он мучительно краснел. Он говорил себе «Я сын рабочего». Теперь он боялся отстать от Мишо, но кровь по-прежнему его пугала. Слова механика казались ему чрезмерно взыскательными. Он хотел революции веселой и шумной, как майский дождь. Возле станции метро стояла девушка. Она нервно глядела на двери, на часы. Кого-то ждала. У нее было лицо обиженного ребенка. Десер вдруг сказал Пьеру. «Значит, вы женитесь на учительнице?» Пьер не стал спорить. Он и не спросил, как Десер догадался о его сердечных делах. Пьеру захотелось выговорить слух имя, заполнявшее тишину улиц. Он ответил «На Аньес». Десер остановился, внимательно посмотрел на Пьеру, на его черные глаза, на большие белки, на блаженную полуулыбку и тихо добавил. «Я вам завидую». Но он чуть было не спросил, почему бы и вам не жениться, но вовремя спохватился. Десер понял. «Это очень банально, но ничего не поделаешь. Меня любили до слез, до угроз покончить с собой. Только любили не меня, а деньги. Что же прикажете делать? Крывать кто я? Раздобыть шапку-невидимку? Вы можете расстаться с деньгами. Вы ведь не спекулянт, вы инженер. А если это для вас абуза? Нет, я деньгами дорожу. Почему? Наверное, потому что деньги власть. Не почесть, а настоящая власть. Возможность решать все за других. Зачем мне это? Я сейчас сам пытаюсь разобраться. Обременительно, да. Но приятно. И потом, это отрава, неявная, как у кокаинистов. Это входит в кровь, вроде сифилиса. Они шли теперь по темной улице. Как воспаленный глаз краснел фонарь полицейского участка. Женщина рылась в мусорном ящике. Накрапывал дождик. Дессер продолжал. Этим отравлены все. Это общее несчастье. От этого никто не откажется. Ни 200 семейств, ни 20 миллионов. Будут драться. За Францию нет. А за свои деньги до последнего издыхания. Война не выйдет. И революция не выйдет. Люди боятся потерять. Вот у этой женщины ничего нет. Ей не страшно. Но сколько таких? Их припугнут. Если надо будет, перестреляют. Впрочем, не потребуется. Народ у нас битый, то есть ученый. Да и не глупый народ. Как можно жить с таким презрением к людям? Их обманывали, но теперь они начинают понимать. На что они надеются? Только на революцию. На вашем заводе тысячи прекрасных людей. Это не бродяги, которым нечего терять. У них работа, семья, квартира. У них маленькие сбережения. Но они все отдадут, только чтобы покончить с этим. Пьер показал на женщину в мусорного ящика. Иногда мне кажется, что люди глина. Прежде лепили богов, животных. Теперь мы пытаемся вылепить человека. Люди не глина, но чавинг-гум, жевательная резина. Поэтому все меняется и все остается. Да что, собственно говоря, меняется? Название. Настоящее изменение — это смерть. Смерть действительно все меняет. Поэтому я и боюсь смерти. Не понимаю самоубийц. Впрочем, я не то хотел сказать. Вы говорите, революция. Но это и есть смерть. Не только для меня. Для миллионов. Они замолкли. Сквозь прикрытые ставни просачивался теплый свет. В нижнем этаже ставни были раскрыты. Лампа, под ней круглый стол. Люди ужинали. Женское лицо усталое и красивое. ДСР снова заговорил. Мне страшно, что это может погибнуть. Не здание. Забор Нотр-Дам. Лувр. Конечно, это красота. Слава. Но мне жалко другого. Того, что в этих домах счастье может быть иллюзией счастья. Во всяком случае, спокойствия, тишины, когда слышно, как дышат рядом. Жалко крестин с миндальными конфетами. Свадеб под ноги кидают цветы. Даже похорон, когда с кладбища идут закусить горе сыром. Это есть и это может исчезнуть от бомбы, от первого уличного выстрела, от истерики Гитлера, от поднятых кулаков, от любой случайности. Конечно, сто лет спустя ее назовут исторической неизбежностью. — Я вас здесь покину. Он протянул Пьеру руку в мокрой кожаной перчатке и быстро зашагал к набережной. Разговор его утомил. Он упрекал себя за неуместные признания беседовать с влюбленным инженером о судьбах человечества. Он пошел к центру города. Огни бульваров загорелись, как солнечный день. В витринах жили вещи блестящие и пестрые. Синелиловые карлики, змеи, буквы метались по фасадам домов, расхваливая аперитивы или зазывая теплая морока. Люди толпились, как будто не знали, куда идти дальше. Их повторные движения напоминали круги рыб в аквариуме. Киоски были облеплены газетами на двадцати языках. ДСР посмотрел. Народный фронт требует угрозы военного конфликта. Он лениво зевнул. Все здесь было понятным. Он знал цену домов, реклам, акций, дивиденды марокканских железных дорог и прославленных горько-сладких напитков. И все здесь принадлежало ему. Квадратные метры, автомобили, газеты, улыбки. В своем царстве он, прохожий, которому ничего не надо, фокусник, ставший на час марионеткой. Сохранить вот это? Конечно. Но какая тоска! Очередная лекция профессора Малле была посвящена романской архитектуре Пуатье. Малле читал вечером. Его лекции были открытыми. И в аудитории рядом со студентами сидели люди постарше, любители архитектуры, самоучки, посещавшие все лекции, с пухлыми тетрадками, в которых корни санскрита перебивались беномами. Наконец, просто бездомные, заходившие на огонек, погреться, подремать. Некоторые записывали каждое слово Малле. Другие зевали или перешептывались. Старушка, забравшись на верхнюю скамью, вязала. Механик Мишо аккуратно посещал лекции Малле. Он с детства любил архитектуру. Много думал о расчете, о пропорциях, о материале. Как будто он понимал все. Но при виде зданий, которые ему нравились, он чувствовал, что помимо ясности и стройности, пленявших его в моторе, архитектура обладала другими свойствами. Она волновала, как черты человеческого лица или как лес. Мишо надеялся, изучая историю зодчества, найти разгадку этого очарования. Любознательность Мишо была ненастытной. Как ребенок игрушку он потрошил мир. Изначальной школы он нес только четыре правила до несколько заученных на зубок моральных сентенций. Потом его определили в школу жизни. Отец Люка Мишо был шляпником. После войны начался кризис. Перестали носить шляпы. И Люка не взяли даже в ученики. На трехколесном велосипеде он развозил сгущенное молоко. Потом он работал на кожевином заводе среди смрада. Он читал за поем. Но его знания были случайными и разрозненными. На миноносце он подружился с чертежником Кирье, Кирье, которого потом коммунисты выставили кандидатам на выборах. Кирье быстро завербовал Мишо. Оба попали на авиационный завод Сен. Мишо начал ходить на собрания, читал книги по политической экономии, занялся историей рабочего движения. Одновременно он корпел над математикой. Он стал хорошим механиком, прилично зарабатывал. Но ему все казалось, что он ничего не знает. Это было мучительным чувством, как будто он опаздывает на поезд. А времени было мало. То партийные собрания, то митинг. Хотелось пойти в театр. Были музеи. Смутно мерещились далекие страны. Развалены Рима или Турксиб. Мишо любил в туманной ноябрьской вечера бродить по городу, грея пальцы горячими каштанами. Париж с его неясными огнями казался кораблем. Сейчас с ним сходнее. Иногда он заходил в кино. Пахло апельсинами. Влюбленные целовались. На экране страдала глупая, но трогательная американка. И Мишо громко вздыхал. Три года он был влюблен в дочку товарища, хорошенькую Мими, щелкой на лбу. Научился ради нее танцевать. Носил ей цветы, конфеты. Пробовал даже писать стихи. Ничего не помогло. Мими вышла замуж за бухгалтера. Она хотела спокойной жизни. Идеи Мишо и его бурный нрав ее пугали. Мишо было 29 лет. Крепкий, несколько нескладный, чересчур тяжелая крупная голова. Лицо даже зимой было испещрено веснушками. Прельщали в нем серые насмешливые глаза и ярко-белые зубы. Выпеченные вперед, казалось, будто он всегда улыбается. Он то и дело разводил руками, приговаривая. И еще как. Мишо внимательно слушал Мале, иногда что-то записывая в истрепанную книжицу. Рядом сидела красивая девушка. Мишо ее заметил еще до начала лекции. Длинные черные ресницы, как у актрисы кино. Потом Мишо увлекся красотой с забора в Пуатье и забыл о соседке. Когда Мале говорил о колоннах, Мишо пропустил одно непривычное слово. Он тихо спросил девушку, «Какой орнамент?» Меандр. Лекция кончилась. Они сидели на задней скамье. Надо было подождать, пока выйдут другие. Мишо сказал девушке, «Не сердитесь, что я во время лекции спросил. И вы, наверное, студентка. А я в архитектуре профан. Моя специальность — механика». Она улыбнулась. «А я в механике ничего не понимаю. Ровно ничего. Это вещь специальная. Вот когда в искусстве ничего не понимаешь, это плохо. А понять трудно. Еще как. Я раньше подставлял один язык под другой. С музыкой, например. Слушаю. И все стараюсь расшифровать. Что это? Влюблен. Или военная победа. Или шторм. На море. А язык совершенно не тот. Так и с архитектурой. Вы это лучше меня знаете. Они вышли. Два дня дождей и ветра переменили город. Весна повылезала отовсюду. Почки на каштанах сразу набухли. По-другому отсвечивал голубоватый асфальт. Зимнее пальто уступили место светлым макинтошам. Из кафе люди перекочевали на террасы. Появились бродячие музыканты. А мальчики продавали зеленые нераспустившиеся ландыши. С бульвара Сен-Мишель шел Гам. Там молодость вздыхала, объяснялась в любви, пила кофе или сиропы и трепетала перед надвигающимися экзаменами. Они пересекли яркий Сен-Мишель. На бульваре Сен-Жермен в романтической полутьме горничные прогуливали собачонок, а влюбленные целовали. Было десять часов вечера. Мишо рассказывал, как он возле Гренобля забрался на ледники. Ему нравилось, что девушка смеется. — Хорошо, что вы веселая. — Я не всегда веселая. Дома меня упрекают, что угрюмая. Брат даже прозвал Сурком. — Не похоже. Я, когда мальчиком был у дяди в Савойе, поймал Сурка. Мы его приучили, он на задних лапах служил. Интересно наблюдать за зверями. Я читал недавно о муравьях. Остроумный народ. Как они все устроили? А угри? Оказывается, они отовсюду направляются в Саргасово море. Любовь гонит. Пять тысяч километров плывут. Сначала из речки выскакивают, их бьют по дороге. Все равно. Вот это чувство. А у людей? Ему хотелось рассказать о мими, которая предпочла любви о клад бухгалтера. Но он не рассказал. Интересного много. А я ничего не знаю, кроме механики. Разве что политику. Мне политика надоела. Дома только об этом и говорят. Ведь мой отец... Денис запнулась. Как все это нелепо. Почему она разговаривает с незнакомым? Она всегда сторонилась людей и вот зачем-то беседует с человеком, о котором она знает одно, механик. Глупо это, по-ребячески. И вместе с тем ее охватила грусть. Она почувствовала, что сейчас кончится условность этой встречи, все на вождении весеннего вечера. Надо сесть в автобус, она сухо сказала. Мой отец депутат. Вы, наверное, слыхали. Ты сам. Миша даже рассмеялся от удивления. Вот это неожиданно. Еще как. Только при чем тут ваш отец? Я не с ним разговариваю, я с вами. Вы думаете, я разбираюсь в их кухне? Это скучное дело. Я о другом говорю. Вы куда? Пройдем еще немного, до следующей остановки. Вечер хороший. Денис послушалась и снова удивилась, почему иду, почему слушаю, и, главное, почему так просто, так весело на душе. Мишо говорил, я политику понимаю иначе. Перестроить мир, очень много случайного, нехорошего, как-то совестно за людей. А можно жить весело, громко, весь рост. Для меня революция — это вроде архитектуры. Если вы любите искусство, вы должны почувствовать. Вы коммунист? А как же иначе? Мой брат рассуждает, как вы. Но я ему не верю. Я боюсь слов. Это от того, что ваш отец адвокат. Я тоже боюсь, когда говорят слишком красиво. Но у нас другое. Знаете что, зайдем на полчаса. Сегодня предвыборное собрание. Увидите, какая разница. Это рядом, в школе на улице Фольгер. Не понравится, уйдете. А поглядеть стоит. Ведь должно быть у человека любопытство. Зайдем? Денис ответила нет, хотя она сразу поняла, что пойдет на собрание. Она даже решила про себя. Думать буду позже дома. Тогда разберусь. А пока весело. Вот и все. В школе было много людей, не состоявших в списках избирателей. Женщин, подростков. Одно из тысяч собраний той изумительной весны, когда Париж повторял слова «Народный фронт» нежностью и страстью. В зале было жарко. Многие поснимали пиджаки, сидели в кепках, курили. Денис вглядывал из в лица. Сколько горестей, болезней, нужды. Женщина держала на руках спящего ребенка. Видно, не на кого было оставить. У спирика слезились воспаленные глаза. Казалось, что он плачет. Все эти люди не знали друг друга. Они пришли сюда из продымленных домов большого города, но их всех вязало новое братство. А когда оратор говорил о борьбе, о справедливости, сразу подымались кулаки, а сотни голосов отвечали, как эхо. Ораторы не походили на теста. Они говорили отрывисто и мучительно, как будто искали слова, и слова звучали по-новому. А лица были усталые, только улыбка на минуту освещала их. Были позабытые враждебные кандидаты и урны. Тоска рождения, тайна ростка, жили в темном от дыма зале. А кулак работницы сухой и морщинистый, тряся в воздухе, как будто эта женщина, рожавшая, хранившая детей, зажала в нем немного ветра, теплоту приветствия или пролетевшее мимо короткое слово. Прошло полчаса, прошел час, полтора, Денис не уходила. Она напряженно слушала, но вряд ли она смогла бы пересказать, о чем говорили эти люди. Она как бы слушала глухое биение сердец, новый мир ей непонятный. Так девочкой в Британии она слушала впервые открывшееся перед ней море. В двенадцать часов собрание кончилось. Денис вдруг поняла в смятении, что и она подхватывает интернационал, путая слова, не зная, зачем поет, о чем. К Мишо подошел немолодой высокий рабочий со шрамом на щеке с темными запавшими глазами. — Мишо, мы сегодня с твоего завода четырех записали. Ты передай Шарлю, что листовки лучше составлять по цехам, потом щиты можно использовать для плакатов. Он повернулся к Денису. — Ты товарищ из какого района? Денис покраснел от смущения. За нее ответил Мишо. — Товарищ студентка. Денис подумала. — Значит, он принял меня за свою? И это почему-то ее обрадовало. А они вышли. И снова Париж, сырой, теплый, взволнованный, напомнил им про весну. — Понравилось? — Не знаю, как ответить. Слово не то. — Удивило. — Понятно. А знаете почему? — Это как в такой вечер, как в воздухе. Из всех слов, пожалуй, одно подойдет. Надежда. Все переставить, переменить. Я брату не верила. А вот тому, он к вам подошел, ему я верю. Это должно быть правда. Не знаю, как для других, но для него. А вообще об этом надо подумать. — Сразу очень трудно разобраться. Мишо еще говорил про надежду. Свою и других. Теперь она плохо слушала, слишком много слов. Но его голос, как прежде, ее радовал. И, прощаясь, она улыбнулась серым насмешливым глазам. А он растерянно сказал. — Еще как? Денис засмеялась. — Мы увидимся. На лекции Мале. Или, если будет еще собрание, напишите, я приду. Хорошо? Вот она и дома. На стенах коридора фотографии, знаменитые процессы и повсюду среди двух жандармов убийцы или мошенники. А впереди, подняв к небу костлявые руки, в балахоне адвоката Тесса. Квартира была как стоячая вода, темная, тихая, с кипящими на дне страстями. Отца еще не было дома. Он, вероятно, искал на груди у Полет забвение от коварных речей Дестера. В пальне мать раскладывала пасьянцы, поджидая мужа. Госпожа Тесса была больна нефритом. Она боялась смерти, особенно ада. Она всегда была верующей, но прежде ее отвлекали хозяйство, туалеты, сплетни. Заболев, она оказалась глазу на глаз с Богом. Она вспомнила детские годы в монастыре. Близок страшный суд. Там с нее взыщет за все, за речи депутата Тесса против церкви, за его связи с дурными женщинами, за кощунство и развращенность Люсьена. Кто ее покроет? Денис? Но девушка молчит, не ходит в церковь, не отвечает матери. Может быть, и Денис в отца? Денис, это ты? Я думала, что папа. Пойди сюда. Где ты была? Сидела в кафе на Сен-Мишель. Чудный вечер. Денис сказала первое, что пришло в голову. Не хотела огорчать мать рассказом о собрании. Но госпожа Тесса расплакалась. На Сен-Мишеле... В отца! Денис попыталась ее утешить, сказала, что была с подругами. Принесла вербеновую настойку, которую мать пила на ночь. Но слезы все капали на королей и валетов. Денис прошла к себе. Ее комната была голой, нежилой. Кровать, стол покрытый зеленым сукном с большой чернильницей. Стул. Так выглядят комнаты в гостинице, где останавливаются на ночь. Денис села на кровать, болтала ногами, еще не решаясь задуматься. Постучался Люсьен. Он пришел с вечера поэтов-стюрреалистов. Они придумали забавный номер, определяет пол понятий, красок, слов. Можешь себе представить, как все возмутились, особенно коммунисты. Эти корчатся при одном имени Фрейда. Ты слыхала когда-нибудь, как рассуждает правоверный коммунист? Нет. Люсьен стал рассказывать о какой-то танцовщице с острова Бали. Я теперь понимаю Гогена. Чувствуется, что она признает только живую страсть. Почему ты мне это рассказываешь? Потому что тебе 22 года, а не 12. Хватит разыгрывать инженю. Или ты собираешься, как мама, читать молитвенник и ставить клизмы? И увидев угрюмые глаза Денис, он примирительно сказал. Ну, не сердись, сурок. Я не хотел тебя обидеть. Спокойной ночи. Денис осталась одна. Разделась, погасила свет, но не уснула. Часы пробили два, половину третьего, три. В коридоре послышали шаги. Это вернулся отец. Он тихо напевал. Все прекрасно, госпожа Маркиза. Потом снова дворилась тишина. Этот дом всегда казался Денис могилой. Она провела школьные годы в пансионе в Британии. Там было море. Девочки шалили. По улице проходили рыбаки в красных брезентовых штанах, похожие на больших омаров. Когда начиналась буря, трясся дом с большими часами под стеклянным колпаком и с тарелками на стенах. А сердце девочки радостно екало. Потом Денис вернулась в Париж. Она сразу почувствовала, что задыхается. Все жили вместе, тесной жизнью. Денис знала и про похождения отца, и про Жанет. Семья казалась дружной. Эти обязательные встречи за обеденным столом, внешняя спайка, засасывали как тина. Денис увлекалась старой архитектурой. Когда-то люди верили не как мать, трасту, от полноты сердца. Они строили приземистые церкви, похожие на амбары. В них, кажется, еще сохранились зерна веры. Денис ушла в прошлое от суетливости теса, от ханжества матери, от бесцельного кипения брата. Но сегодня приключилось что-то бесконечно важное. Она ведь обещала себе во всем разобраться. Ворочаясь, она спрашивала себя, что? То вспоминала кулак старой поденщицы, то рабочий со шрамом на щеке говорил ей, товарищ, то улыбали серые глаза мешо. Все это сливалось с весенним воздухом, сыростью и тишиной ночных улиц, а сердце билось. И новый смутный день, разодрав темноту, как занавеску, проник в комнату, наполнил ее сероватым колыханием, тревожными абрисами еще неощутимых предметов. Денис помнила и еще как. Улыбнулась и с этой улыбкой уснула. Прочитав отзыв о своей книге в коммунистической газете, Люсьен растердился. Особенно его обидела заключительная фраза. Некоторые чрезмерно революционные пассажи вызывают недоверие. Тупица. Да и все они таковы. Им не кроить, а латать. Правые газеты охотно говорят о книге Люсьена. Они стараются очернить поле ТСА. Вот как радикалы воспитывают своих детей. Но там, где Люсьена должны были принять как трибуна, как нового Валлеса, несколько скупых похвал. Автор хорошо знает свою среду. И под конец недоверие. Люсьен вдруг улыбнулся. Может быть, они правы? А еще недавно он хотел записаться в коммунистическую партию. Люсьена доказывал друзьям, что партийная дисциплина – высшее самоограничение, которое Гете предписывает творцу. Таков был человек. Он быстро загорался, быстро остывал. Достаток отца освободил Люсьена от мыслей о заработке. Кончив лицей, он стал искать призвание. Он поступил на медицинский факультет, чтобы год спустя бросить анатомию и заняться международным правом. Неожиданно он увлекся кино, стал помощником режиссера. Он хотел сделать необычайный фильм о гибели механического мира. Работать пришлось над дурацкой комедией. Героиня путала мужа и любовника, которые были двойниками. Люсьен разлюбил кино и ходил в литературные кафе с видом разочарованного мастера. Ему было 26 лет, когда он познакомился с исследователем Анри Лагранжем, который отправлялся к Южному полюсу. Люсьен давно мечтал об опасности. Лагранж его взял с собой. Люсьен записывал в дневник «Пингвин похож на мистингетт». Надоели консервы. В общем, красиво, но скучно. Через несколько страниц была короткая запись. Анри умер в 4 часа утра. Лагранж умер от гангрены на руках у Люсьена. Вернувшись в Париж, Люсьен зажил своей прежней жизнью, выставками и вечерами сюрреалистов. Но часто среди болтовни и приятелей он замолкал. Думал о смерти. Так родился роман с глаза на глаз, имевший шумный успех. Это была смутная неровная книга с кокетливыми рассуждениями и с просветами, достигавшими подлинной высоты. Роман был посвящен смерти среди льдов, последним дням человека, который больше всего на свете любил математику и свою четырехлетнюю дочку. Люсьен сразу стал признанным писателем. У него брали интервью, ваши литературные планы. Он отвечал, что пишет большой роман о расфаде семьи. На самом деле он ничего не писал. Ему казалось, что его выжили, как лимон. Шли годы. Люди стали забывать, что Люсьен писатель. Поль Тесса, поверивший было в литературную карьеру сына, снова начал попрекать его безделиями и тратами. Люсьен не мог жить без денег и обладал даром проматывать незаметно десятки тысяч. Он угощал приятелей в ресторанах на вид скромных, но дорогих, поил их старыми винами, небрежно говоря, обыкновенное винцо. Одаривал приглянувшись ему женщин. Он пристрастился к картам. Крупный выигрыш казался ему единственным выходом. Во всех игорных домах знали красивого человека с рыжими волосами и с бледной маской. Улыбаясь, Люсьен проигрывал за ночь двадцать-тридцать тысяч. Пришлось познакомиться с ростовщиками. Люсьен брал у одного, чтобы отдать другому. Скука, та самая, что четыре года назад погнала его к полюсу, а там обернулась пингвином, похожим на старую актрису, и пресными консервами, снова им завладела. Летом с караваном туристов он поехал в Советский Союз. Вышло это случайно. Он собирался с приятелем в Египет, но накануне отъезда они расцсорились. В Москве он пробыл неделю. Туристам показывали древности, музеи, ясли. Не это потрясло Люсьена. Люди, их воля, нужда, душевная молодость. Как-то среди строителей метро он увидел девушку в грубых сапогах с тонким бледным лицом, с горячечным непримиримым взглядом. Он понял, что такая строит не только метро. Он насторожился, как после смерти Анри. Но он возвращался в Париж другим человеком. Вот Реамона заменил Маркс. Люсьен впервые задумался над жизнью окружавших его людей. Повсюду он увидел ложь, лицемерие, скуку. Его личная драма была драмой общества. Это его вдохновило. Он написал памфлет, поверхностный, но острый, высмеивая философию морали и эстетику буржуа. Отец полошился, грозил разрывом. Молодежь, посещавшей Дом культуры, с восторгом слушала речи Люсьена о близкой революции. Он забыл даже карты. Игра, которую он вел, была куда увлекательнее. Прошло полгода. Его начали разбирать сомнения. Коммунисты ему теперь казались обыкновенной политической партией. Им нравятся семейный уют и романсы Мориса Шевалье. Люсьен всегда думал, что он смелее, да и умнее других. Он говорил себе, я снова сглупил. Эта карта может выиграть, но это не моя карта. Случилось, что этот ветреный человек привязался к Жанет. Он не преувеличивал своего чувства. Усмехаясь, он рассказывал приятелям о своей связи с актрисой, надеясь иронии принизить любовь. Но любовь не поддавалась. И одно то, как он выговаривал имя Жанет, выдавало его волнение. Люсьен и Жанет не походили друг на друга, но в судьбе их было много общего. Оба метались. Жанет было 30 лет, но часто она чувствовала себя состарившейся. Она была дочерью Леонского нотариуса. Скучный плитанский город, недобрые и придирчивые родители сушили ее детство. С утра до ночи она слышала разговоры о деньгах. Нельзя ссорить деньгами. О выгодных браках, о преступных женах, которые тратят состояние на тряпки, флиртуют или... Жанет, выйди из комнаты. Изменяют. Ей запомнился сухощавый человек с бельмом на глазу. Родители говорили о нем почтительно. Это был владелец крупной мануфактуры. Он застрелил из охотничьего ружья любовника своей жены. Фабриканта покрыли. Убитый был объявлен вором, ночью забравшимся в дом. В квартире нотариуса на мебели круглый год были чехлы, и мать Жанет пуще всего боялась, как бы муж, наливая вино, не пролил несколько капель на чистую скатерть. Жанет было 18 лет, когда она сошлась с женатым человеком, глубоко ей безразличным. Это был доктор, лечивший Жанет, когда у нее была кость. Узнав о постыдной связи, отец стал кричать «Ваше место, сударыня, в публичном доме!» Доктор для приличия вздохнул и дал Жанет 400 франков на дорогу. Она уехала в Париж. Ночью в поезде она спрашивала себя «Почему я это сделала?» Но ответить не могла. У доктора был кадык, и он говорил «Стальность!» Может быть, она пошла на роковое свидание только потому, что в тот день мать три часа сряду бронила кухарку. Вы видите, что это не баранина, а кости!» Жанет поступила приказчицей в универсальный магазин. Она приходила на работу с синевой под глазами. Продавщицы думали, что она кутит, но она ночи напролет читала. Она начала с романов-современников, хотела понять себя. Потом пристрастилась к Стендалю, Достоевскому, Шекспиру. Страсти окружавших ее людей стали ей казаться не жизненными дорогами, но ролями интересными или мелкими. Все прежде непонятное и поэтому неприязненное. Духота чувств, случайность поступков теперь ей представлялась ясным, точным, подчиненным строгому закону. Не обладая житейским опытом, чуждаясь людей, благодаря искусству она многое поняла, созрела. Она не мечтала об искусстве, как о своей судьбе. Она им жила, над книгой или в театре, на галерке. В магазине, когда не бывало покупателей, едва заметно шевеля губами, она играла Федру или глупую провинциальную мечтательницу. В ресторане, где она обычно обедала, с ней заговорил немолодой актер Фиже. Они сошлись. Было это без любви и без обмана. Оба были одинокими и несчастными. Фиже прелюстила наружность Жанет. На эту женщину повсюду глядели. Ее лунатические огромные глаза придавали спокойному лесу характер одержимости. Казалось, она только-только узнала что-то непоправимое или влюблена до мук, или радуется так, как можно радоваться раз-два в жизни. Потом Фиже оценил заботливостью Жанет. У этой сумасбродки было сердце доброй женщины. Она ухаживала за невдачливым актером, сварливым и неопрятным, как за ребенком. Он был на 14 лет старше ее. Она его не любила, но ей не приходило в голову, что она может кого-нибудь полюбить. То, что было в книгах или на сцене, она не смешивала со своей жизнью. Героиня Рассина покорно штопала носки. Несколько месяцев спустя она бросила магазин. Фиже устроила ее в театр. Жимнас. Она играла крохотные роли. Испуганных служанок или деревенских дурочек. Она не стала мечтать о карьере великой актрисы. Но запах театра ее веселил, и она была благодарна Фиже за эту перемену в ее жизни. Год спустя Фиже ее бросил. Зашелся с опереточной актрисой, пользовавшейся успехом. Он долго не решался сказать Жанет о своем решении. Боялся ревности, упреков, слез. Но Жанет выслушала его признание с таким равнодушием, что она обиженно сказала, «Ты меня никогда не любила». Она ответила, «Должно быть, ты прав». Один из заправил Дома культуры, Моришаль, вздумал организовать революционный театр. Он стал набирать труппу. Профессиональные актеры к нему не шли. Боялись, что новый театр не выживет. Моришаль встретил Жанет на лестнице театра и сразу ее отметил. Он вызвал Жанет, стал ей доказывать, что из нее выйдет крупная трагическая актриса. Моришаль вставил овечий источник. Он предложил Жанет главную роль. Все присутствовавшие на первых репетициях говорили, что играла она прекрасно, в ней была простота сердечности и гнева. На беду актриса Жавок поссорилась с директором Адеона и в сердцах пошла к Моришальу. Это была посредственная актриса, но ее имя обеспечивало статьи в десятке газет. Она получила роль Жанет. Жанет приняла это спокойно и сразу согласилась взять маленькую роль. После премьеры «Своей комнатушки. Далеко за полночь» она повторяла монологи, которые ей не удалось сказать со сцены. Революционный театр вскоре прогорел. Два летних месяца Жанет проработала в провинции. Ее взяли в сборную труппу для гастролей. Потом, помаявшись и поголодав, она устроилась на радиостанции пост Паризьен. Люсьен не познакомился на одной из репетиций в революционном театре и тотчас влюбился. Это было время его страстного увлечения революцией. Слова овечьего источника звучали как бред стревоженного Парижа, а голос Жанет придавал им ту плотность, тот вес, который Люсьен напрасно искал на митингах или в газетах. Люсьен поразил Жанет. Впервые она увидела человека, который говорил как герой романа. Его речи о низости, об очистительной буре вязали с огненным цветом волос, с бледностью, с резкими движениями. Она ему поверила и, выслушав его признание, отдалась ему, если не с любовью, то с душевной приподнятостью. Любовь в ней могла бы родиться, но Люсьен сделал все, чтобы оттолкнуть Жанет от себя. Перед ней он становился искусственным и пустым. Она была слишком молода, чтобы снисходительно отнестись к его самолюбованию. Слыша каждый день патетические тирады, она усомнилась, любит ли он меня. А Люсьен все сильнее к ней привязывался. Трудно было понять его чувства. Он и Жанет любил на свой лад, а скорее как феномен, как лирическое отступление, как заморскую птицу. Если бы ему сказали «пойди ради нее на смерть», он пошел бы. Но когда Жанет, заболев, попросила его остаться у нее до утра, он стал говорить, что его ждут дома, мать будет волноваться. Ему попросту хотелось выспаться. Жанет говорил о себе «Он меня бросит, как фиже». Она думала, что должна от него уйти, но не уходила. По природе она была пассивной. Такие женщины не уходят, их уводят. А может быть, в ней еще жила смутная надежда на счастье с Люсьеном, на серенькое тихое счастье, которым жили вокруг нее другие женщины. После того вечера, когда Жанет познакомилась с Андреем Пьером, Люсьен ее не видал. Она отвечала по телефону, что хворает. Вдруг она ему позвонила. Ей нужно с ним поговорить. Голос был взволнованный. Люсьен вспомнил Андре. Он насторожился. Жанет он ответил, что зайдет за ней в студию, а не поужинает у Фукет. Жанет не хотела идти в кафе. Она сказала, что плохо себя чувствует, ей надо поговорить с Люсьеном наедине. Он настаивал. У Фукет вечером собирались актеры, писатели, а Люсьен ульстила, что люди с завистью поглядывают на Жанет. Он был хорошо настроен, несмотря на газетную заметку. Весело заказал устрицы, вино. Жанет молчала. Он рассказал ей о своей обиде. Понимаешь, недоверие. Она ничего не ответила. Видно было, что она напряженно о чем-то думает. Люсьен забыл и про отзывы коммунистов, и про восхищенные взгляды соседей. Его терзала ревность. Он был уверен, что Жанет влюблена в Андре и решил ускорить развязку. В понедельник открывается выставка Андре. Говорят, прекрасные пейзажи. Хочешь пойти на вернисаж? Нет, я не пойду. Нет настроения. Она сказала это настолько просто, таким безразличием, что Люсьен растерялся. Может быть, и не вандра дело. Выпив бутылку шабли, он оживился, забыл о своих страхах и вернулся к тому, что его занимало с утра. В общем, я понимаю, почему они говорят о недоверии. Я недавно был у одного коммуниста. Это сотрудник Юманите, мещанская квартирка, на стене репродукция «Мыслитель Родена». Жена принесла рагу, и он хвастал, что она хорошо готовит. Четверо детей, старший готовит уроки, а папаша ему помогает. Ты видишь картину? Конечно, такой человек может голосовать, но не больше. А когда такие мещане Жанет обычно не спорила, но теперь она неожиданно оживилась. Разве плохо, что у человека семья, дети? Я тебе говорила, и об этом всегда мечтала. Для женщины это счастье. Неужели ты не понимаешь? Я иногда думаю, что и ты этого хочешь, только говоришь иначе. Без этого, Люсьен, нельзя жить. Очень голо, одиноко. Вопрос характера. И эпохи. Если бы мне предложили обзавестись семьей, я застрелился бы, не иначе. Я живу другим. Может быть, завтра за это придется умереть. Смешно теперь говорить о семье. Что с тобой? Ничего. Я тебе сказала, что плохо себя чувствую. Голова болит. Попроси стакан воды, я приму аспирин. Люсьен продолжал говорить. Эпоха требует отрешенности, одиночества, мужества, семейный уют, предательства. Жанетт не возражала. Жанетт не возражала. Ее оживление спало. Они молча вышли и свернулись из Елисейских полей в узкую темную улицу. Вдруг на углу возле аптеки Жанетт остановилась. В освещенном окне стоял большой зеленый шар, и лицо Жанетт, облитое изумрудным светом, казалось мертвым. Она спокойно сказала, «Я беременна. Придется теперь искать доктора». Люсьен почувствовал жалость, острую как боль. Он пробормотал, «Может быть, не нужно?» Жанетт резко рассмеялась. «Нет, ты мне все объяснил и убедил. Не та эпоха». Люсьен быстро успокоился, и это вывело из себя Жанетт. С тем же делом и веселым голосом она сказала, «Не огорчайся. Нет тебя». «Как? Я не понимаю». «Когда я ездила на гастроли. В Виши. Рядом ночевал один актер, а у меня дверь не запиралась, задвижка была испорчена. Вот и все. Теперь ты понял». А на рукой остановил такси. Он крикнул, «Погоди! Я провожу тебя. Не нужно. Одиночество и мужество, кажется, ты так сказал». «Спокойной ночи». Люсьен сразу почувствовал, что Жанетт сказала неправду. Актер, задвижка, слишком нелепо. Но, может быть, с Андре? Она в кафе не сводила с него глаз. Он тоже. И потом спросила, почему он не позвал Андре. Конечно, Андре. Площадь Конкорд после дождя блестела, как паркет парадного салона. Автомобили оставляли на синеватом асфальте оранжевые и багровые следы. Большие фонари походили на светящиеся растения. Из парка Тюльери доносились запахи мокрой земли, деревьев, весны. Казалось, все вокруг было создано для праздника. Но во всем была легкая тревога, неуверенность. Старая проститутка, густо нарумянинная, окликнула Люсьена. Он ускорил шаг. Вдруг на набережной он остановился. Он вспомнил глаза Жанетт у аптеки. Такие глаза были у Лагранжа. Когда он сказал Люсьену, не спорь, я знаю, что это гангрена. Люсьен побежал назад, на площадь. Он поехал к Жанетт. Она лежала, уткнувшись головой в подушку и плакала. Рядом валялась большая тряпичная кукла. Жанетт плакала от обиды. Как мог Люсьен поверить ее глупой выдумке? Она плакала от его бесчувственности, от одиночества. Было в ней и большее горе, но от него она не могла плакать. Это горе уничтожало слова и придавало глазам то выражение безысходности, которое возле аптеки напугало Люсьену. Она ведь утром еще верила в возможность счастья. Когда Люсьен вошел, Жанетт перестала плакать. Она напудрилась и тихо сказала, «Знаешь, Люсьен, что самое страшное? Я тебя не люблю». Тихий город, о древностях которого профессор Маля рассказывал Денис и Мишо, не походил на себя. На улицах, где обычно старые аристократки чинно сплетничали, аббаты прогуливались раскрытыми молитвенниками, а ребята играли в бабки, теперь люди спорили, жестикулировали, доносились слова «Народный фронт», «Фашизм», «Порядок», «Война». Старые стены, морщинистые, как щеки почтенных аристократок, покрылись будто румянами плакатами разных партий. Вокруг щитов целый день толпились люди, читая хлесткую перебранку кандидатов, а рядом на порталах древних церквей длиннолицые святители благословляли грешников, и на каменные персты садились тревоженные враги. Три человека оспаривали у поля Теса честь быть депутатом Пуатье. С двумя Теса столкнулся четыре года назад с коммунистом Дидье по профессии слесарем и с отставным генералом Гран-Мизоном, ставленником консервативных кругов города, аристократией, духовенства, именовавшим себя националистом. Тогда Теса легко разбил соперников. Теперь он далеко не был уверен в победе, хотя Десер выполнил свое обещание. Лавуан-Новель посвятил номер полю Теса, а из трех местных газет две были куплены радикалами. Коммунисты за последние годы окрепли. Дидье, не блиставший красноречием, собирал огромную аудиторию. Появился и новый конкурент, молодой агроном Дюгар, связанный с боевыми крестами, энергичный человек, обходивший дом за домом и повсюду разоблачавший засилье финансистов, масонов и евреев. Лавочники, страдавшие от расцвета магазинов, стандартных цен, ремесленники, обремененные налогами, интеллигенты, считавшие, что они вытеснены из жизни иностранцами, пенсионеры, возмущенные аферами Ставистского, которым Теса приложил руку. Все эти люди горячо аплодировали Дюгару. Собрания протекали бурно, и Теса, привыкший подтрунивать над подзащитными, часто чувствовал себя подсудимым. Дюгар как бы вскользь упоминал об одном чеке, выданном Ставистским. Теса давно забыл, на что он истратил злополучные восемьдесят тысяч. Он ударял кулаком от стола и рычал, эти деньги предназначались для инвалидов. Гран-Мизон настаивал на безнравственности Теса, обильно цитируя книгу Люсьена. Вот что увидел молодой литератор в доме родного отца. Дидье не касался частной жизни Теса. Он говорил о подкупной печати, о роли двухсот семейств. Но Теса казалось, что слесарь говорит именно о нем. Да и крики подтверждали подозрения. Стоило Дидье упомянуть о продажности прессы, как раздавались голоса «Лавуанувэль». И тирады о двухстах семействах прервались возгласами «Десер, десер». Десер работал как каторжник. Он разговаривал с тысячами избирателей, спрашивал, как здоровье супруги, сдал ли сын экзамен, когда будут справлять свадьбу дочери. Он сулил городу новый мост и два сквера, о гражданам пенсии, ордена, места казенных сидельцев. Он пил у стойки с красноносыми приверженцами Даладье или Эрио за республику, за победу. Он срывал голос на собраниях, писал листки, редактировал газетные отчеты, придумывал карикатуры. Он не спал шестнадцать ночей, испортил себе желудок на банкетах и забыл о нежных объятиях Полет. На одном из самых больших кафе значилось «Перманентное дежурство по кандидатуре Полет Иса». Там Иса дарил агитаторам то часы, то автоматическую ручку, то сотенную. Он выписал из Парижа двух сенаторов, которые выступили с докладами. Певица в мюзик-холле исполняла куплеты. «Нам не нужны крикуны и нытики, мы сторонники умеренной политики, утром кофе, вечером любовь. Полет Иса будет избран вновь». Главный козырь Иса приберег напоследок. Вдову Антуан. Ее сына мелкого чиновника суд приговорил к десяти годам за растрату. Антуан был осужден несправедливо, и Иса добился пересмотра дела. Вдова на большом собрании, обливаясь слезами, воскликнула «Поль Иса, святой человек!» В вечер, когда подсчитывали голоса, Иса не держался на ногах. Он с трудом выпил чашку настойки на апельсиновом цвете, чтобы успокоить нервы. Он не мог вытерпеть напряжение и отошел к окну. На площади толпились зеваки. Они ждали результатов подсчета. Иса увидел девушку, чем-то похожую на Денис, и загрустил. Зачем он занялся проклятой политикой? Разве не все равно, кто победит, Дюгар или Народный фронт? Все это ложь. Сидеть дома с женой, глядеть на Денис, ездить на часок красавицы по лет. Это жизнь. А речи или лозунги скучная, тяжелая работа. Зеваки были разочарованы. Выборы не отдали ни одному кандидату абсолютного большинства. Через неделю предстояло перебаллотировка. По сравнению с прошлыми выборами Теса потерял почти три тысячи голосов, потерял и Гран-Мизон. Выиграли коммунисты, а Дюгар шел на первом месте. Начали гадать, если генерал снимет кандидатуру в пользу боевых крестов, может пройти Дюгар. Откажется ли Дидье в пользу Теса? За кого будут голосовать умеренные? Люди сидели в кафе и считали, считали. Теса раздраженно зевнул. Он думал, что сегодня все кончится, завтра он будет дома, придется здесь просидеть еще неделю. Он послал телеграмму жене, перебаллотировка, приеду в среду на один день, обнимая тебя, Денис, Люсьена. До среды он успеет договориться. Предстоит мучительная неделя. Даже если коммунисты согласятся голосовать за него, все зависит от простой случайности шесть тысяч против шести. Но вряд ли коммунисты согласятся. Они ненавидят Теса. Вечером состоялось решительное собрание. Радикалы пригласили коммунистов. Зал нетерпеливо гудел. Что скажет Дидье? Собрание открыл Теса. Граждане, благодарю вас за доверие. Я призываю всех, кому дорога республика, всех преданных делу мира и социальной справедливости, всех противников церковного воспитания, голосовать за меня, как за единственного республиканского кандидата. Он на мгновение замолки потом прогремел. Народного фронта! Слово предоставили Дидье. Коммунисты не подкупают, не соблазняют, они обращаются к разуму, к совести. На прошлых выборах мы получили 600 голосов, а теперь 2370, вот сколько! Это сила! Надо загородить дорогу фашистам Дюгару и Гран-Мезону. Теса обещает быть верным народному фронту, хорошо, мы будем голосовать за Теса. Франция переживает трудное время, растет опасность извне, внутри изменники. Так всегда бывало, шуаны шли с англичанами или с австрийцами, версальцам помогали прусаки. Только народный фронт может спасти Францию. Да здравствует народный фронт, да здравствует Франция! В ответ поднялись кулаки. Теса встал и поклонился как актер. Он не знал радоваться ему или огорчаться. Он ненавидел и Дюгара и Дидье, выскочки, молокососы. Коммунисты решили голосовать за Теса. Это, конечно, успех, но кто знает, послушается ли рабочий. Он ведь слышал, как один сказал «голосовать за этого прохвоста?» Притом даже если все сторонники Дидье будут голосовать за Теса, Дюгар может получить на 200-300 голосов больше, рассчитывать на умеренных не приходится. Теса открыто братается с коммунистами. Прохвост десер? Что он задумал? На чем хочет нажиться? На разгроме Франции? А Теса залез в болото. Не дожидаясь конца собрания, Теса поехал в гостиницу. Он морщился от головной боли и восстановил портье. Вас спрашивал один господин, он в курительном салоне. Теса вздохнул. Еще один любитель пенсий. Но вместо избирателя хлопочущего о пособии он увидел депутата Луи Бретейля. Теса растерялся. Что означает этот визит? Теса дружил со всеми депутатами левыми и правыми. Он дружил и с Бретейлем. В другое время он воскликнул бы с напускной радости дружище, как здоровье, супруга, но теперь он чувствовал себя на поле брани. Он еще слышал оскорбление Дюгара, а чек? Вдруг этот нахальный землемер займет кресло Теса в Бурбонском дворце? Бретейль мог бы не приходить. Бретейля побаивались. Он слыл фанатиком. У него была внешность старого спортсмена, метр восемьдесят пять роста, прямая выправка, красное, раз навсегда обгоревшее лицо, седые волосы, коротко подстриженные лусы. Он был военным инвалидом. На правой руке не хватало двух пальцев, и это увече вязалось с обликом Бретейля. Говорил он сухо, отщелкивая слова. Его речи напоминали приказы. Когда на трибуну парламента подымался коммунист, Бретейль уходил из зала. Говорил, что не может слышать этих людей. Он не участвовал в акционерных обществах, не занимался финансовыми спекуляциями, жил скромно. Рассказывали, что часть своего оклада он расходует на пропаганду. Его любимым делом было воспитание молодежи. Он устраивал отряды, дрессировал подростков, превозносил перед ними шуанов, национальных гвардейцев, жандармов, заставлял маменькиных сынков в дождь маршировать, по команде подымать руку. Женился он поздно на уродливой бедной женщине и нянчился с пятилетним сынишкой хилым и капризным. Кажется, это было единственной слабостью Братаэля. Ты состоял в дверях, не зная, что сказать. Братаэль встал. Здравствуй, Поль. Ты плохо выглядишь. Наверное, устал. Да, очень. Но что ты тут делаешь, проездом? Нет, я из Парижа. Ты ведь знаешь, что Дюгар мой питомец? Он молод, но не глуп. Надо ему помочь. Теса рассердился. Братаэль приехал на подмогу Дюгару. Что же, это его дело. Но бестактно приходить к Теса, да еще жалеть, что он плохо выглядит. Ты прости, но я пойду, я устал. Погоди, нам нужно поговорить. Только не здесь. Я зайду к тебе в номер. Теса прошел к себе, развязал галстук, снял ботинки и прилег на кушетку. Постучал Братаэль. Теса сказал, отложим разговор, я очень устал. После выбора. Это невозможно. Я знаю, что ты устал, я отниму у тебя ровно пять минут. Необходимо принять решение. Ты сам знаешь, что у Дюгара все шансы на победу. Он должен получить на пятьсот-шестот голосов больше. Но я против. Против чего? Я хочу, чтобы выбрали тебя. Дюгар толковый парень, но он им еще пригодится. Но в парламенте он будет статистом. Разве можно сравнить его с тобой? Ты опытный политик, человек с огромным опытом, великолепный оратор. Наконец, у тебя имя. Для страны твое поражение будет несчастьем. Послушай, Луи, я тебя не понимаю, к чему эти комплименты? Разве ты не поддерживал Дюгара? А он меня каждый день смешивал с грязью. Зачем придавать значение словам, да еще на предвыборных собраниях? Как будто бы ты не расхваливал народный фронт. Я ведь знаю, что ты думаешь о коммунистах. Еще неизвестно, кто из нас больше их любит, пусть они думают, что ты за народный фронт. Важен человек, а не этикетка. Тебе достаточно сказать одно слово. Час тому назад я заявил, что принимаю поддержку народного фронта. Дело не в публичных заявлениях. Я повторяю, достаточно одного твоего слова. Я не болтунный, ты можешь мне доверять. Пойми, Поли, в стране теперь не до партий. Нужно спасать нацию. Дюгар должен уступить. Конечно, призывать голосовать за тебя он не может. Достаточно, чтобы он снял кандидатуру. Две три тысячи голосов отойдут к тебе. Сторонники Дюгара предпочтут Гран-Мизона. А, старый генерал, я его знаю. Дурак, но порядочный человек. Я с ним завтра увижусь. Что же, и Гран-Мизон снимет кандидатуру. Ты пройдешь как единственный кандидат. Вот тебе символ единства, которое может спасти Францию. Искушение было настолько сильным, что Тесса начал бессмысленно бормотать. Символ? А ты, значит, из Парижа? Там тоже жарко. Я не выношу жары. Бретель молчал. Тесса старался задуматься и не мог. Мысли были мелкими и густыми, как плотва в воде. Он понимал одно, он снова будет депутатом. Он выпил стакан воды и вытер полотенцем лоб. Сознание постепенно возвращалось к нему. Он говорил себе, Франция в опасности, враги караулят, а внутри измена. Я буду символом национального единства. Дело не в этикетках, а в людях. Сам того не замечая, он повторял слова то Бритейля, то Дидье. Наконец, робко, как ребенок, которому обещали чудесный подарок, он пролепетал. На что, собственно говоря, я должен сказать? Только одно, что ты согласен. Тогда хорошо, я не вправе отказаться. Бритейль крепко пожал руку писа. Я знал, что ты честный человек, а теперь отдыхай. Спокойной ночи. На следующий день Тесса проснулся поздно, солнце просачивалось сквозь ставни, и старые бархатные кресла цвета малахит оказались маленькими лужайками. Выйдя из гостиницы, Тесса увидал свеженаклеенную афишу. Жак Дюгар благодарит своих избирателей и, повинуясь долгу патриота, снимает кандидатуру. Да здравствует Франция! Тесса не мог скрыть улыбки. Он даже подмигнул молодой цветочнице. Поглядев на нее, он вспомнил шею полет. Все-таки жизнь хороша. В это утро все ему нравилось, и романские церкви, и пылесосы в витрине магазина, и рыночные торговки. Он готов был всех расцеловать. Наверное, этот Дюгар славный парень, и можно хорошо позавтракать, поболтать, пошутить. Жаль, что у Тесса нет поместья, он дал бы Дюгару заработать. Да и Дидье порядочный человек, старый слесарь, добродушный и усатый. Такой может починить замок. Дело не в этикетках, а в людях. Тесса останавливался возле каждой афиши, люди обсуждали заявление Дюгара, один шофер слез с грузовика, прочитал обращение вслух, потом сплюнул и сказал, «Эй, да шпана!» Но даже это не смогло омрачить Тесса, он сиял, он решил съездить в Париж на полтора дня, надо посвятить полет целый вечер. Он зашел в кондитерскую и купил коробку конфет для Дениса, потом он сел в маленьком кафе, заказал стакан пикона. Рядом сидел человек, несмотря на ранний час, успевший опрокинуть несколько рюмок. Он кормил воробьев крошками хлеба, завернутого в газету. Он сказал Тесса, «Приятно поговорить с птицей, а то все выборы и выборы». Тесса машинально спросил, «Вы за кого?» «Я?» «Я за себя, вот я за кого». «И за птицу». «А голосовать я не буду, дудки». Тесса рассмеялся, «Правильно, что будете пить? Я угощаю». Тесса уехал в четыре часа, а в пять Бретель направился к Маркизе де Ниор. Там по вторникам собиралось знать Пуатье. Разорившиеся помещики, жившие скромно, но по этикету. Вик-среду были допущены два фабриканта, профессор археологического института и несколько лиц духовного звания. Лакей разносил жидкий чай и крохотные сандвичи. Маркиза славилась скупостью. Обычно гости сплетничали для приличия посвящая пять минут иностранной политике или раскопкам. Город славился древностями, и все местные аристократы обожали археологию. Но в тот день разговор вращался вокруг одного, перебаллотировки. Гран-Мизон чувствовал себя героем. Это был ворчливый, но безобидный старик с черепом новорожденного и с подагрической ногой, обутой в матерчатую сердясь, генерал выставлял больную ногу вперед и кричал «Никогда!» Бретель, поболтав чашки ложечкой, сказал «Мой друг, при создавшемся положении благороднее всего уйти. Никогда! Я не дюгар. Я знаю, что пройдет Тесса, набывает поражение, которое почетней победы. Не нужно горячиться. Две тысячи голосов, поданных за вас, откинут Тесса в лагерь наших врагов. А между тем это порядочный человек». Все возмутились. «Приятель шатана, вспомните дело Ставистского, масон, он в ложе Великий Восток, а деньги Дессера?» Гран-Мизон выкрикивал «Порядочный?» «А вы его писание знаете, атеист, хуже того, циник, светская школа, из этой школы и выходят шалопаи, которые хотят поделить все, никогда». Бретель заговорил с необычной для него страстностью. «Будем говорить прямо. Наша страна накануне революции, народный фронт может вовлечь Францию в войну. Если мы даже победим, для нас эта победа будет поражением. Теса против религиозного воспитания, допустим, но ведь это думать о насморке, когда человек болен скоротечной чахоткой. Теса не коммунист, я его видел вчера, он мне подтвердил все, народный фронт завтра придет к власти. Если нельзя его остановить заградительным огнем, надо взорвать его изнутри. Десяток Теса сделает свое дело. Чтобы спасти Францию, я готов объединиться не только с Теса, но даже с немцами. Да, да, выслушайте меня. Если завтра мне скажут революция неминуема, я отвечу зовите Гитлера. Подцарилась тишина. Маркиза Дениор прошептала «Вы замечательно говорите, господин Бретель, но это мрачно, господи, да чего это мрачно?» Она уронила на пол щипчики для сахара. О своем успехе Теса решил рассказать домочадцам за обедом. Он любил говорить о политике, когда перед ним дымилось вкусное блюдо. Положение было критическим. Дюгар пустил вход к левету, снова стависки. Кстати, Люсьен, ты можешь радоваться, твоя княжонка там на расхват. Конечно, из-за меня. Гран-Мизон я каждый день цитировал, полюбуйтесь на сынка. Мамочка, где ты достала такую нежную утку? Мне в пуатье приготовили лангуста по-американски. Это был лангуст. Но и коммунисты не отставали. Они меня взяли под такой огонь. Свобода, мир, словом, безответственная демагогия. В итоге перебалотировка. Я думал, что свалюсь от усталости. И такие головные боли. Денис, почему ты бледная? Ты должна съездить в пуатье. Там романские церкви, это класс. Святая Редегонда. Я подсчитал, если коммунисты снимут кандидатуру, шансы равные, чё ты нечет. Но ходили слухи, что они будут опять голосовать за Дедье. Ведь приятели Люсиена меня не очень-то жалуют. Что же, я заявил, что являюсь кандидатом Народного фронта. Овации, даже кулаки подымали. Я, по правде сказать, не выношу этого жеста. Уточка дивная. Первый мыс обойдён. Коммунисты заявили, что будут голосовать за меня. Но тут правые подняли крик. Они хотят мобилизовать всех, а шансы равные, красные и чёрные. Он замолк, обгладывая лапку. Люсиен сказал, ты всё-таки побьёшь фашистов. Настроение страны, погоди, ты даже не представляешь себе, что случилось. Угадай, это как в театре. Мамочка, положи мне салат. А себе? Тебе нельзя даже салата? Ужасная вещь, диета. Ну что, не угадал? Дюгар снял кандидатуру. И я теперь единственный кандидат. Это национальное объединение. Люсиен не удержался. И ты на это пошёл? Какая низость? Ты сообиделся. Я не вижу в этом ничего позорного. Все партии сошлись на мне. Этим можно только гордиться? Разве национальное объединение низость? Даже твой слесарь всё время говорил «Франция, Франция!» ты брата встал. Обед был испорчен. Близкие не понимают Тесса. Жена вздыхает. Денис не слушает, ест или играет с котёнком. Этот бездельник, наверное, придумывает новый пасквиль. Тесса, проглотив кофе, прошёл в кабинет. Мне надо поработать. Все знали, что после обеда он спит. Называлось это работой. Люсьен упрекал себя за нездержанность. Он ждал приезда отца, чтобы попросить у него пять тысяч. Жанет необходимо оперировать, а занять не у кого. Зачем он рассердил отца? Теперь отец чего доброго откажет? Люсьен вспомнил глаза Жанет и больше ни о чём не думая вошёл в кабинет. Сразу так кидается в холодную воду он сказал «Мне нужны пять тысяч до зарезу». Теса молчал. Люсьен угрюм и выговорил «Я не хотел тебя огорчать, не сердись». Теса лежал на диване. Обида ещё больше заострила его птичья личка. На лбу были капли пота. Маленький и очень бледный он казался мертвецом. «Зачем тебе пять тысяч? на пасквиль?» Люсьен не ответил. Теса поглядел на него и отвернулся. «Такой способен на всё». «Дядя Теса был тоже рыжим, семья о нём не говорили, он подделал подпись кассира и получил четыре года». «Всё равно бери». Он встал и выписал чек. Люсьен ушёл. Теса снова лёг и решил вздремнуть, чтобы успокоиться. Но ему мешали мысли. Он испытывал отвращение, как в тот вечер, когда приехал Бретель. Люсьен думает, что ему не противно брать подачку из рук Бретеля. Конечно, противно. Противно и якшаться с коммунистами. Починить замок? Пожалуйста. Но не решать с ними вместе судьбы страны. Всё это мерзость. Как жизнь, разве жизнь не пакостная игра? Чёт или нечто? В палате, когда голосует доверие правительству, несколько голосов за или против решает судьбу человека. А присяжные отрежут человеку голову или не отрежут. Это зависит от пустяка. Расстрогала ли речь Теса какого-нибудь лавочника? Если нет, так разбудят в четыре часа утра, дадут стопку рому и полоснут по шее. Лотерея! Все понимают, что народный фронт гадость, но он не продержится и года, вообще ничего не продержится, гниль, дрянь, всё рассыплется, а тогда наплевать. Вечером он поедет к Полет, и Полет умрёт, те умрут. Мысли о неизбежном распаде существующего успокоили Теса. Из кабинета раздался тонкий храп, переходивший в свист. Люсьен сказал Денис, что не говори, а это всё-таки низость. Он и с коммунистами, и с боевыми крестами, в этом нет ни чести, ни простой честности. Мне его жалко. Он очень постарел за последний год. Не удивительно. Полет способна доконать человека в его возрасте. Люсьен. Он поглядел на неё и вспомнил глаза Жанет. Ах, эти тихони! А Жанет его не любит, сама призналась. Да и за что его любить? Люсьен сказал, можешь и меня пожалеть заодно. Отец ещё может быть умрёт. А я не умру, я сдохну. Вечером Теса несколько раз влёкся. Он был у Полет, потом они ужинали у Максима. Теса лениво глянел на кан-кан. Многие девушки то подымались, то опускались, это казалось ему жизнью. Он пил шампанское бокал за бокалом, но не пьянел. Задумчивость, которая родилась днём, не проходила. Он вернулся домой в два кладывала пасьян, лёжа с грелкой на животе. Увидев Теса, она расплакалась. «Хорошо, что ты пришёл. Такие боли. Это пройдёт, Амали. Доктор сказал, что это скоро пройдёт. Нет, я знаю, что не пройдёт. Я теперь скоро умру. Зачем ты говоришь глупости? Я видел доктора. Это можно вылечить. Ты ещё всех переживёшь. Зачем мне жить? Я ни на что больше не гожусь. Сегодня ради твоего приезда я встала, и вот видишь, снова хуже. Я не боюсь смерти, я другого боюсь. Ты ни во что не веришь, но должна быть расплата. Я не хотела говорить при детях. Коммунистами, как ты можешь? Я вчера читала в газете, что они делают. Они в Малаге восемь церквей подожгли, это ты соразделся, Локи только тогда ответил. Ты думаешь, что мне не противно? Противно? Политика грязное дело. Спекулировать это лучше. Но что ты хочешь? Нам с тобой деньги не нужны, проживем как-нибудь, а дети? Люсиен сегодня снова взял у меня пять тысяч, если ему не дать, он способен кого-нибудь зарезать. А ты подумала, Денис? Она может не сегодня завтра влюбиться. Я не хочу, чтобы она зависела от мужа. У нее гордый характер. Без денег она не вытерпит. Знаешь, Амали, не нужно меня добивать. Мне и так плохо. Жена поцеловала его в лоб и погасила свет. Теса лежал на спине, глядя в темноту. Он знал, что не уснет. Светлые точки подымались вверх, как газ шампанского. Рядом жена тихо стонала. Он шепнул Амали. Она не откликнулась. Она стонала во сне. Теса почувствовал страх. Амали скоро умрет. И он умрет. Он вспомнил, как отрезали голову ларошу, который убил полицейского. Это было осенью. На бульваре Араго под ногой шуршали листья, а солнце было большим и красным. Лож выпил ром, щелкнул языком и сказал «Каюк». Думали, что он умрет спокойно, но когда его повели к гильотине, он упирался. Его тащили, он выл, как собака в деревне. Теса теперь слышал этот вой и дрожал, а светлые точки все подымались к потолку. Хорошо, Амали. Она верит в ад, это тоже выход. Пусть муки, лишь бы сознавать. Но никакого ада нет, могила, холод, пустота. И не вытерпев, Теса закричал, жена проснулась, что с тобой, Поль? Он виноват и ответил, мне что-то приснилось. Огюст Виарх, о котором Жолео рассказывал небылицей, которого боготворил Пьерх, походил на рассеянного добродушного профессора. Прошлый век сказывался во всем, в пенсне, в широкополой черной шляпе, в наклонности к психологическому анализу, в витиеватом слоге. Виар родился в Шалоне, в тот год, который прозвали Страшным. Над его колыбелью пролетали ядра прустаков. Отец Виара был убежденным республиканцами и отсидел два года в тюрьме за выступление против маленького Наполеона. Огюст с ранних лет слышал имена Марата, Бланки, Делеклюза и горячие споры о социальной революции. В Париже Виар поступил на исторический факультет. Он хотел посвятить себя политической борьбе, но неожиданно увлекся искусством. Казался, возраст, может быть, и эпоха. Молоденький студент не раз встречал в кафе латинского квартала Верлена, который среди пьяного бормотания вдруг ронял прекрасные строфы, похожие на крик перелетной птицы, разбившиеся провода. Виар выпустил сборник стихов, подражательных, но не бездарных. Он помещал в газетах отчеты о салонах, хотел стать критиком. Но его захватило дело Дрейфуса, он стал учеником Жореса. Будучи по природе человеком скромным, он выполнял любую работу, писал статьи для крохотных журналов, обличал клирикалов, ездил по захолустьям, выступая против милитаризма, и с дрожью в голосе требовал женского равноправия. В свободное время он много читал, продолжал интересоваться искусством. Товарищи шутя звали его наш афинянин. Незадолго до войны его выбрали в парламент. Это совпало с женитьбой Виара, женился он на женщине-враче. Виара не выпускали с ответственными речами в палате, но он работал в различных комиссиях и считался специалистом по культурным вопросам. Он ездил на международные конгрессы, там он познакомился с Лениным, Бебелем, Плехановым. Он твердо верил, что социалисты, получив на выборах большинство, осуществят великие преобразования. Вместо этого разразилась война. Виар переживал ее мучительно, как гибель своих мечтаний. От участия в Циммервальдской конференции он, однако, уклонился. Нельзя противопоставлять рабочий класс нации. Разговоры о Священном Союзе его и раздражали, и умиляли. Он ограничивался протестами против строгости и цензуры или против расстрелов без суда. Настали бурные послевоенные годы. Виар приветствовал русскую революцию, но осудил коммунистов. Мы должны идти своей дорогой. Война укрепила в нем отвращения крови. Он был убежден, что человечество пойдет по пути мирного прогресса. Он стал одним из руководителей социалистической партии. Этому способствовали и возраст, и эрудиция. Душевно он постарел, сохся. Его жена умерла, дочери вышли замуж. Он жил один в просторной неуютной квартире, похожей на картинную галерею. Он по-прежнему любил живопись. Все чаще и чаще он испытывал потребность в одиночестве. У него был деревенский домик в Авалоне, весь обвитый глициниями. Там на щербатой скамейке он слушал перекличку петухов или клаканье лягушек. Возвращаясь с заседания палаты, он садился перед портретом дочки, написанным Ренуаром, и любовался розовыми тонами, теплыми и сладкими, как пенки варенья. Страх перед всем, что может нарушить распорядок жизни, влиял на его политические оценки. Человек, которого правые карикатуристы изображали с ножом в зубах, был кротким домоседом, повторяющим по привычке старые революционные монологи. Внезапно, как ветер на море, поднялась буря. Не находя себе места в жизни, молодые повернулись к крайним партиям. Февральский мятеж напугал Виара. Он возненавидел питомцев Братаэля. Они посигнули на покой страны. Виар стал сторонником Народного фронта. Он даже поборол в себе давнишнюю неприязнь коммунистов. Он защищал свой домик в Авалоне, свои картины, свое место в парламенте. Накануне выборов он выступил на Большом собрании вместе с коммунистами, и 10 тысяч человек восторженно его встретили. Сначала он говорил о демократии, о платных отпусках, о гражданском мире, но, будучи прирожденным оратором, он поддался чувствам толпы. Живые звуки пробились сквозь пески красноречия. Натреснутый голос окреп. Виар заговорил о соседней Испании, где на выборах победил Народный фронт. Крестьяне эстромадуры запахали землю помещиков. В монастырях вместо мощей циркули глобус. Рабочие учатся стрелять из винтовок, чтобы отстоять свободу. В ответ раздался крик десяти тысяч «Да здравствует Народный фронт!» На верхнем ярусе сидели Мишо и Денис. Он аплодировал, кричал, потом, смеясь, шепнул Денис «Не ему, испанцам!» Вслед за Виаром выступил коммунист Легре. Денис крикнула «Я его знаю!» Это был рабочий со шрамом на щеке, который спросил ее, из какого она района. Товарищи, не в одних урнах дело. Придется защищать правительство Народного фронта грудью. Это не слова «Дело и трудное!» Нужно победить! Обязательно! Виар пожал руку Легре. Это привело всех в восторг. Казалось, прошлый век утописты и зачинатели приветствуют людей, способных не только жертвовать собой, но и побеждать. Денис и Мишо вышли. На улице было душно, надвигалась гроза, разморенные люди на террасах кафе пили пиво и лениво вытирали потный лист. Прошло всего полтора месяца с предвыборного собрания на улице Фальгер, но Денис и Мишо разговаривали, как старые друзья. Денис сказала, «Виар хорошо говорит, но чего-то ему не хватает. не верит в то, что говорит. А мне кажется, верит, но наполовину. Я это понимаю, со мной тоже бывает. Скажу уверенно и сейчас же похвачусь». Она добавила смеять, «Только я на собраниях не выступаю. Мне Легрия нравится, у него все выходит всерьез. Надо, чтобы слова вязались поступками. А можно связать? Можно кровью». Ударил гром и сразу как полилось. Они забрались под брезентовый навес магазина, стояли близко друг от друга среди воды, молний и разговаривали в полголоса, хотя никого рядом не было. Денис рассказывал о своей жизни. «Много лжи. Я не хочу с вами говорить об отце, это как-то нехорошо выходит, но жить так тоже нельзя. Иногда мне кажется, что я как рыба на кухонном столе. Надо что-то придумать, я не прошу у вас совета, просто рассказываю». «Выход простой? Нет, для вас это просто, ведь это ваше, может быть, даже врожденное, во всяком случае, с детства, а меня иначе скроили. С вами я этого не чувствую, а на собраниях всегда. Мне надо семь раз примерить, не то будет как с братом, Люсьен неплохой человек, только ветреный, влюбится, а потом даже не помнит, как ее звали. Так у него и с убеждениями. А я тяжелодум. «Вы, Денис, особенные». Вот и сказал глупость. «Объясните мне, что за история? Как начинаю с вами говорить о таких вещах, получается чепуха. Откуда это, скажите, пожалуйста? Ну, ладно, довольно дурить. Я хочу вам сказать одну вещь. Вы только не примите это за другое. Вот я вас слушаю, гляжу, и я что-то начинаю понимать. Это вроде искусства. Я все бился, хотел понять, почему так волнует. И это стихи, и то стихи, но одно прочтешь и забудешь, а другого все внутри переворачивается. Мне кажется, я теперь и архитектуру понял. Без малей, с вами, еще как. Он комично развел руками, но она не рассмеялась. Мишу, об этом не нужно говорить. Я сейчас думаю о другом. Я у вас учусь жить и дышать, разговаривать. Может быть, научусь тому, как вы сказали, поступкам. А дождь не перейдет. Они выбежали под звонки ливень. На них с удивлением поглядывали. Они шли мокрые и улыбали. Денис была без шляпы, косо закрученные позади, серый дорожный костюм. Красота ее была строгой, несколько старомодной, а глаза мешок горели еще ярче обычного. Молча они дошли до дома, Денис, весело простили. Дождь не утихал, и на синем асфальте вздувались большие светящиеся пузыри. Пахло травой, дачей. Когда Виар вернулся к себе, недавняя приподнятость показалась ему наигранной. Он переживал стыд похмелья. Зачем он произнес эту речь? «Завтра за него будет отвечать государство. Надо вздвешивать каждое слово. Нельзя с замашками провинциального агитатора стать министром». Он решил забыться и сел в глубокое кресло. Перед ним висел пейзаж Бонара. Под зеленым навесом солнечные блики сгущались как мед. От полотна шло спокойствие жаркого полдня. Виар начинал входить в тот мир неподвижности, отцепенения, где он проводил лучшие свои часы. Очарование нарушил лакей, который принес на подносе вечернюю почту. Виар нехотя вскрыл первое письмо и сразу переменился в лице. На машинке было написано «Если ты посмеешь управлять Францией, мы тебя спалим как старую крысу. Смерть народному фронту!» Французский патриот. Анонимное письмо испугало Виара. Он боялся не смерти, но ответственности. Через несколько дней ему придется решать, приказывать, может быть, карать, а он этого не умеет. Он привык анализировать, критиковать, оставаться при особом мнении. В 65 лет Виар испытывал дрожь девушки перед первыми объятиями. Когда-то ему все казалось простым, а не получит на выборах большинство и объявит эру социализма. Может быть, тогда это и было просто. До войны люди были мягче, податливее. Они не знали ни карательных экспедиций, ни костров из книг, ни фашистских лагерей. Вот этот пишет «Палим, как крысу». «Да, они будут наузкивать, провоцировать, стрелять из-за угла, как в Мадриде. Они захотят потопить народный фронт в крови. А кто союзники Виара? Для коммунистов он предатель. Коммунисты начнут настаивать, требовать решительных мер апеллировать к массам. Радикалы? Для Теса, Виар и Легре одна шайка. Достаточно послушать, с каким отвращением он выговаривает слово «марксист». Виар одинок. Если ему сегодня аплодировали, то только потому, что он говорил, как Легре. Когда он начнет действовать, те же самые люди его освищут. «Чему это все? Сколько ему остается жить? Пять лет? Может быть меньше? Он мог бы глядеть на пейзажи Бонара, читать хорошие книги, уехать к себе в Абалон, там зяблики, левкой. Как все непонятно и скучно. И до чего холодно в комнате. Виар почему-то вспомнил свои юношеские стихи. Промозглый холод и фонари и мысль как овод. Умри, умри. Он чувствовал, что в этот горячий майский вечер его бьет озноб. «Робер, принесите мне плед», усмехнувшись, Лакей сказал кухарке. «Результаты предвыборной кампании дышать нечем, а ему холодно». В воскресенье вечером Пьер зашел к Аньес. «Пойдем на бульвары, будут объявлять результаты выборов». Он был возбужден близостью развязки, кричал, размахивал руками. Аньес не хотелось идти, она себя плохо чувствовала, да и не занимали ее выборы, однако она уступила. Людская река текла с узких темных улиц вниз к центру. Лихорадка, охватившая Пьера, трясла город. Отовсюду слышались вопросы, догадки, слухи, слова тревоги или надежды. Кепки рабочих запрудили большие бульвары, обычная публика отступила перед ними, только иностранцы и проститутки сидели на террасах нарядных кафе. Пьер и Аньес стояли перед редакцией вечерней газеты. На большой треугольной площади нетерпеливо гудела толпа, как в театре перед занавесом. Через несколько минут имена и цифры на белом экране расскажут о судьбе Франции. Может быть, победят правые? И суеверная тревога рождала слухи. Христиане испугались народного фронта, провинция голосовала за фашистов, даже красные пригороды Парижа отступились от левых. На экране стояло всего несколько имен. Первые парижские депутаты. Люди расхватывали вечерние газеты, хотя знали, что в них еще нет результатов выборов. Площадь походила на ярмарку. Кто-то, чтобы скоротать время, затянул романс о госпоже Маркизе, грызли китайские орешки, арабы расхваливали коврики из козьего меха, а вечер был жаркий. В соседних барах бойко торговали пивом и лимонадом. Вдруг раздался голос громкоговорителя «Тереза, Морис! Избран!» Ответная буря голосов. Тереза любили. По площади прокатывалось «Да здравствует наш Морис!» Хотя никто не сомневался, что «Тереза будет избран», первая удача вдохновила всех. Запели «Интернационал». Толпа теперь заполнила соседние улицы. Напрасно полицейские пытались расчистить дорогу для автомобилей. Впрочем, полицейские не настаивали. Они не знали, чья сторона возьмет, и старались быть деликатными. «Фланден Пьер избран!» «Долой фашистов!» «Предатели к стенке!» «Люм-Леон!» «Избран!» «Да здравствует народный фронт!» Приветствия и аплодисменты сменялись свистками, но все чаще слышались радостные возгласы, и все реже толпа разражалась неодобрительным улюлюканьем. К десяти часам стало ясно, что народный фронт победил. С лис уже не сходила улыбка, сведения об избрании правых встречались ленивым свистом. Легкая победа казалась колдовством, чудом. Все выиграли пять миллионов необычайной лотереи. Не ружья, но крохотные бюллетени спасли народ. Десятки лет голосования было скучным обрядом, не все ли равно, кто пройдет, радикал-социалист или левый республиканец. Но эти выборы были особенными. Они родились на улице, среди камней и крови 6 февраля, среди красных флагов демонстраций. Надежда на перемену не только министерства, но и своей маленькой жизни в этот майский вечер охватила всех. На других площадях и дальше в прокопченном Лиле, в веселом Марселе, в молчаливом черством Леоне, на побережье океана, на склонах Альп, миллионы сердец взволнованно бились. «Виар Огюст! Избран!» Пьер закричал так громко, что Аньес, смеясь, зажала уши. Его возглас подхватили другие, но Пьеру это показалось недостаточным. Он ревниво сказал, «Когда проходит коммунист, они кричат куда сильнее!» «Тес-то поле! Избран!» В ответ несколько человек неуверенно крикнули, «Да здравствует Народный фронт!» Аньес сказала, «Пойдем!» «Я на ногах не держусь!» Они дошли до бульваров и сели на террасе маленького кафе. Кругом люди чокались, поздравляли друг друга. «Аньес, как ты можешь не радоваться?» «Чему? Что выбрали Теса?» «Да, конечно, этот подлец хлопотал за меня, а я не радуюсь». «Дело не в Теса! Это деталь! Важно, что победил Народный фронт!» «Ты ведь знаешь, как я к этому отношусь?» «Для меня жизнь как раз то, что ты называешь деталями. Ты Теса?» «Нет, прямота, честность». Пьер был слишком утомлен событиями дня, чтобы спорить. Он только покачал головой и отдался шумливой радости проходивших мимо людей. За соседним столиком сидели солдаты. Они подвыпили, кричали «Полковник наложит в штаны!» «Да, теперь их приберут к рукам!» «Ты что, завтра в Страсбург?» «Послезавтра утром!» «Там теперь, брат, сезон!» «Немцы все время что-то строят!» «Видно, как на ладони!» «Орудия поставили прямо на город!» «Пронеслись газетчики!» «Экстренный выпуск!» «Полная победа Народного фронта!» Аньес попросила «Если можно, поедем в такси!» «Я совсем расклеилась!» «Дома она сразу легла!» «Что с тобой?» «Простудилась?» Она едва заметно улыбнулась «Нет!» «Да ты не волнуйся, я не больна!» «Так должно быть!» «Не понимаешь?» «Вот глупый!» «Пьер наконец-то понял!» «Он запрыгал по крохотной комнатушке!» «Вот это замечательно!» «И чтобы узнать в такой день!» «Да он у нас будет чудесным!» «Увидишь!» «Обязательно он!» «Может тебе принести чего-нибудь?» «Лекарства?» «Апельсины?» она засмеялась «Ничего не нужно!» «Садись сюда!» «Вот так!» Она приблизила его глаза к своим и руками отгородилась от света. «Так мы совсем одни!» Она улыбалась «Ей было легко и спокойно!» «Под окнам раздалось «Это есть наш последний!» Беднота Бельвилля подымалась по горбатым улицам к себе в темные зловонные дома!» «Сегодня люди увидели сказку не любовь американской красотки, не феерию на сцене Плохонького районного театра, не сказку о них самих!» «Кто-то сражался за Бельвиль и победил!» «Теперь они будут счастливы!» «И решительный бой!» Аньес вдруг вспомнила солдат в кафе у того, что рассказывал про Страсбург, были розовые пушистые щеки, как у ребенка. Аньес нахмурилась и облизорукие глаза стали еще беспомощнее обычного. «Скажи, Пьер, войны не будет?» «Нет!» «И потом?» «Ни теперь, ни потом!» «Никогда!» Победа Народного фронта взволновала обывателей. Говорили о надвигающихся забастовках, о кризисе, о беспорядках. Дамы испуганно шушукались, моя прислуга сразу обнаглела. Лавочники прятали продукты. Крупные чиновники снисходительно поясняли, что не будут повиноваться новым министром. Это калифы начас. Бретель предложил всем честным французам украсить свои дома национальными флагами и тем протестовать против Народного фронта. На некоторых улицах одни фасады были украшены трехцветными флагами, другие красными, и казалось, что не только люди, камни готовы броситься друг на друга. В финансовых кругах царила растерянность, поговаривали о крупных налогах на капитал, даже о национализации банков. Капиталисты спешно переводили деньги в Америку. Только ДСТР сохранял спокойствие. «Как вы можете работать в такое время?» спросил его знакомый банкир. ДСТР ответил, «Расскажите мне, чем Блюм отличается от Саро? У меня слишком грубая натура, чтобы разобраться в подобных нюансах». Узнав, что Виар назначен министром, ДСТР решил поговорить с ним по душам. «Это дети, они могут наделать глупостей». Он позвонил Виару. «Мне давно хотелось ознакомиться с вашим собранием картин». Выступая на митингах, Виар не раз называл имя ДСТРа, говорил, что ДСТР тип беззастенчивого дельца, однако узнав о предстоящем визите, Виар с гордостью подумал, ДСТР все же выбрал меня. Он не помнил своих обличительных речей, он жил теперь, как подросток, которому все вновь. Не прошло и недели, как он стал министром, но он не только иначе рассуждал, он иначе улыбался, иначе клал ногу на ногу, и его мысли, жесты, слова были подчинены новому положению. ДСТР тот помнил все, но он был равнодушен к обидам, как и к похвалам. Он презирал слова. Он поздравил Виара. «Дорогой друг, я счастлив увидеть вас на этом посту». Натянутость исчезла перед картинами. Зиар сразу понял, что ДСТР разбирается в живописи. Они приятно побеседовали о голубом периоде Пикассо, об Утрилло, о рисунках Матисса. Разглядывая наброски Модельяне, полные тревожных предчувствий, ДСТР сказал, «Поразительно, как в статическом искусстве выражается крайность, даже чрезмерность». «Я люблю это и у старых мастеров, у Грека, Сурбарана». ДСТР вынул из рта трубку, обдал собеседника едким дымом, он курил дешевый черный табак, и вдруг сказал, «Теперь вам придется от этого отказаться. Ничего не поделаешь, вы сами выбрали такую профессию. Я, например, могу быть азартным. Я поставил на вас, а для меня это риск. Но вы не имеете права рисковать. У каждого искусства свои законы. Политика это большие речи и маленькие дела. Я вас поддерживал на выборах, готов вам помогать и впредь, но сколько таких, как я. Биржа вас ненавидит. Для Венделя вы бандит, для господ из Лионского кредита взломщик. Стоит вам сделать один неосторожный шаг, как они вас растерзают. Не потребуется ни заговоров, ни парламентских интриг. Достаточно организовать понижение франка. Вы увидите, что тогда запоют рабочие. Я уж не говорю о рантье, эти будут кричать вярок стенки. У вас прекрасный брак. Я его не очень-то люблю, суховат, но этот натюрморт один из лучших. Помните, брак сказал, художник должен проверять вдохновение линейкой. Вам придется проверять социалистические проекты курсом франка. Виар возмутился. Ему захотелось ответить, мы запретим вывоз капиталов, установим твердый курс франка, посадим вас в тюрьму. Но вспышка длилась не больше минуты, Виар вспомнила свои ответственности. Не нужно вставлять палки в колеса, ведь стабильность правительства единственный шанс мирного разрешения конфликта. Бесспорно. Это относится и к международному положению. Кстати, я надеюсь, что в этой области вы используете опыт нашего общего друга Теса. Виар поморщился, он считал Теса своим врагом, но Десер не следил за его мимикой. Он продолжал. Я убежден, что вам удастся сохранить мир. Конечно, Гитлер не сносен, но лучше любые уступки, нежели война. Виар расцвел. Он боялся, что Десер, ссылаясь на опасности извне, начнет брецать оружием, но нет, и Деснер за мир. Виар крепко пожал его руку. Верьте мне, пока я у власти никаких авантюр, я не допущу, чтобы французские крестьяне умирали за бесинцев или за чехов. Проводив гостя, Виар облегченно вздохнул, как школьник, сдавший трудный экзамен. Конечно, Десер защищает свои интересы, но все теперь перепуталось. Интересы Десера совпадают с интересами трудящихся, «Он искренний пацифист, значит, Виар представляет не партию, не класс, а нацию». Вошел секретарь за подписью «Приказ о перемещении чиновника, игравшего крупную роль в организации Бретейля». Виар Виар отстранил лист. «Зачем восстанавливать против себя всех?» Шутян добавил, «Мой друг, надо учиться управлять сорока миллионами. Во времена Маркса пролетарии могли потерять только цепи, а завоевать весь мир. Теперь мы можем потерять мир, а завоевать только цепи». Выйдя на улицу, Десер брезгливо отряхнулся. Все оказалось чересчур легким. И вот такому Виару верит Пьер. Не один Пьер, миллионы. Да, люди глупы. Вероятно, в этом их спасение. Десер должен был поехать на совещание финансовых экспертов, но передумал. Трусость Виара его утомила. Он зашагал по длинной улице Ривали. Дойдя до площади Бастилии, он свернул в боковую уличку и увидев светящуюся вывеску танцульки, не раздумывая, он вошел забыться. Гармонисты лихо исполняли старые фоксы. Бумажные фонарики и гирлянды из клинкора придавали всему характер театральной постановки. Вокруг Десера танцевали матросы, рабочие, маддистки, горничные. Десер вручил музыкантам пять Су-Затур, подхватил толстую веснухщатую девушку. От нее пахло дешевой пудрой и танцуя она блаженно закатывала глаза, потом Десер угостил ее пьяными вишнями. Вы любите танцевать? Девушка оказалась болтливой. Очень. Только редко удается, я до шести работаю в мастерской, а приходится еще брать работу на дом. Знаете, сколько мне платят? Пятьсот пятьдесят. Разве на это можно прожить? Теперь, говорят, все изменится. У нас мастерицы заявили, что если не набавят, мы будем бастовать. Потому что теперь народный фронт, и никто не хочет жить по-старому, правда? Десер вытряхнул из трубки пепел и, надвинув на глаза свои неестественно большие брови, сказал, «Как же, как же, обязательно переменится. Вот, например, блондины танцевали с брюнетками, а Виар прикажет, чтобы брюнетки танцевали с блондинами. До свидания, милая барышня. Мне пора домой». Продолжение следует...